Едет мудочка по морочкам, знакомый парусок. А я кричала и махала, воротись милюночок. Думала, что успокоится речевое мою. Да не спокоилась, расстроилась, не видела его. Пойдем, о друженьки, на пристань, в синее море поглядим. А наши дролечки далеко, мы о том поговорим. Есть два очень сильных слова в русском языке. Конечно, эти слова есть во всех языках. Без этих двух слов невозможен ни один язык. Но именно по-русски для меня эти слова звучат максимально мощно, потому что других языков я не знаю. Знаю английский, но довольно скверно. В любом случае, я думаю по-русски, на русском языке. Поэтому эти два слова звучат для меня именно по-русски максимально мощно. И слова-то сильные. Это такие слова. Навсегда и никогда. Сильные слова. И правда, что есть такое наивное ощущение, детское такое, что навсегда это что-то такое приятное, обнадеживающее, располагающее, хорошее. А никогда наоборот, что-то такое холодное, тупиковое, отталкивающее, нехорошее. Но смотрите, эти два слова могут легко поменяться ролями в любой фразе, в любом контексте. Например, вот так. Они встретились, чтобы не расставаться никогда. Или они расстались навсегда. Оп! Уже никогда что-то приятное, обнадеживающее, а навсегда наоборот, что-то отталкивающее и тупиковое. Но оба эти слова содержат в себе пугающее. Они содержат в себе бесконечность. А бесконечность пугает нас. Человек же конечное существо. И по причине своей конечности человек не может ни принять, ни понять, ни постичь бесконечность. Пугает нас бесконечность. А еще в этих словах содержится внятно, содержится намек на нашу конечность. На наши ограниченные временные возможности. Потому что если применять эти слова в значении человеческой жизни, даже не обязательно человеческой, вообще в значении жизни, то получается, что никогда – это никогда в жизни, а навсегда – это значит до смерти. Неприятные намеки, неприятные. А что нам сильнее всего намекает на нашу конечность? Сильнее всего нам намекает все уходящее, все исчезающее, все заканчивающееся, все последнее. Вот все последнее, самое последнее сильно намекает нам на наши ограниченные временные возможности. Например, печально последняя конфета в коробке конфет намекает. Или вот сидит компания, выпивает, закусывает, осталось на тарелочке, последний кусочек к селедочке остался, его никто не трогает. Намекает. А потом он раз – исчез, и никто не сознается. Может быть, именно по причине вот этих вот намеков мне с самого детства не нравилось название одной хорошей книги. То есть книга нравилась, название не нравилось. Последний из магикан. Что же это прямо на обложке такое написать? Последний из магикан. Неужели нельзя было как-то помягче? Привет, последний из магикан. Или скажем так, один из магикан. Или просто из магикан. А так берешь книгу в руки, читаешь название «Последний из магикан», и сразу же становится ясно, что вот этот вот милейший индейец, этот из очаровательного племени магикан, непременно к концу книги погибнет, да еще так умудрится погибнуть, что не оставит потомства. Вообще неприятно знать, что какие-то виды живых существ, любые растения, рыбы, птицы, животные, исчезают безвозвратно. Мы их истребляем, или они сами вымирают как-то самостоятельно. Это не самое главное. И ведь всех жалко. Всех. Неважно, это какая-то изящная и дивная белка, которую истребили из-за чудного меха. Или какой-то такой вредный для сельского хозяйства крот или вообще паук. Если последний, жалко. Я не люблю заканчивать книгу, которая очень нравится, особенно когда книга такая большая, с которой ты проживаешь 2-3 недели. Такая книга, которая случается нечасто, это такая книга, ну, к которой ты спешишь вечером домой. Вот такая. И вот она заканчивается и тает последние страницы. Этот процесс невозможно остановить, невозможно затормозить его. Тает последние страницы и все еще усугубляется тем, что ты знаешь, что это последний том собрания и сочинения автора. И умер он давно, и не осталось точно никаких ни черновиков, ни дневников, которые могут быть еще опубликованы. И не оставил он, уйдя из жизни, после себя ни учеников, ни последователей. Я не люблю и не хочу делать что-то, зная, что я делаю это в последний раз в жизни. То есть, может быть, делать хочу, но при этом не хочу знать, что я делаю это в последний раз в жизни. Вот разговариваю с каким-то человеком, который, может быть, мне даже не очень симпатичен. Я в процессе этого разговора не хочу знать, что я с ним больше никогда в жизни не поговорю. Не по той причине, что с ним что-то случится или со мной что-то стрясется, а просто по той причине, что мы больше никогда не встретимся и не поговорим. Я не хочу этого знать. Я не хочу купаться в каком-то море и знать, что я в этом море больше никогда в жизни не искупаюсь. И даже в процессе этого купания буду знать, что меня ждут другие моря и даже океаны. А это море, например, какое-то мутное, грязное. Буду в нем купаться и так еще на берег кричать Дорогая, мы на этом море больше никогда в жизни Ну вот, я даже готов вот так кричать Но я не хочу действительно знать, что это последний раз в жизни Но с нами же постоянно Постоянно происходят какие-то большие и малые Навсегда и никогда Мы этих больших и малых навсегда и никогда даже не замечаем Мы каждый день встречаемся с людьми С которыми мы больше никогда в жизни не увидимся Никогда в жизни не поговорим Никогда не пересечемся А каким-то большим и малым навсегда и никогда Мы даже радуемся или радовались по своей наивности, глупости по своей Вспомните, в детстве же наверняка, но многие должны помнить Что мы радовались, когда наконец-то повыпадали эти молочные зубы А вместо них выросли нормальные, коренные Навсегда Мы радовались, не думая, что новые-то больше не вырастут никогда А вставлять не то же самое Мы радовались, получая паспорт Потому что у нас теперь навсегда В смысле до смерти Серьезный взрослый документ Мы радовались этому паспорту, не думая, что того чудесного Безответственного времени, которое у нас было до паспорта У нас больше не будет никогда Когда уходят из жизни родные и близкие люди Мы переживаем, мы горюем Мы не согласны, как с таким можно согласиться Ведь они же уходят не только из своих жизней Они из наших жизней уходят навсегда Это в наших жизнях они больше никогда Не откроют дверь, не зайдут в комнату Не скажут ни одного слова Своими неповторимыми, любимыми голосами Никогда не позвонят Но как-то постепенно и навсегда Выветриваются из домов Их запахи Куда-то исчезают те предметы, которые они любили И которыми пользовались Исчезает их одежда Забываются их какие-то словечки характерные Какие-то их песенки Забывается вкус еды, которую они неповторимо готовили Я же помню, что бабушка готовила Очень вкусно на такой большой черной сковородке Чтобы не делать, все было вкусно Но я уже не помню вкуса этой еды И, наверное, мне так кажется Что никто и никогда не сможет порезать хлеб Как резал его мой дед Как он его так резал Бабушка его всегда ругала Он урезал, кромсал его просто У него все куски получались разной толщины Какие-то кривые такие Махристые Но ужасно аппетитные Ужасно Вот так вот посолил и блюдо С какого-то момента жизнь начинает Стоять из сплошных расставаний Мне так хочется встреч Хочется встреч Это нормальное желание Радость встречи Что может с этим сравниться? Хочется радоваться Хочется встреч И мы тянемся Мы ждем новых встреч Не думая часто Что какая-то Вот эта новая встреча Может привести к неизбежному расставанию Вот повстречался с ней Расстался с ней Когда человечество придумало паровую машину Она радовалась этой встрече С паровой машиной Не думая о том Что вот эта встреча Приведет к неизбежному расставанию Потому что паровая машина В виде парохода Очень быстро Привела к расставанию С вот этими парусниками прекрасными С вот этими удивительной красоты Бригами, бригантинами Барками, клиперами Со всеми этими благородными формами Парусами и мачтами Со всей этой красотой Вместо этого что появилось в море? Приземистый такой Толстобрюхий пароход С большой трубой Вонючий дым Некрасивый Вы не согласитесь Скорость хода возросла Надежность повысилась В зависимости от погоды уменьшилась Автомобиль очень быстро убрал Лошадей из наших городов А трактор почти убрал их из деревень Жалко, конечно, что мы Не в самых наших красивых городах Не можем теперь видеть Ежедневно вот этих благородных Красивых, изящных животных Больших, вот этих благородных Божьих тварей Вы согласитесь Автомобиль удобнее Ну удобнее Особенно зимой Потом Ни на какую лошадь В пятером не сядешь Или это будет издевательство над животным Ну что еще Машина ездит быстро Она предмет какой-то гордости Вожделения какого-то И еще гораздо меньше ответственности с машиной Ну с машиной же намного меньше ответственности Тут сами подумайте Кошечку-собачку заведи Или хомячка вот заведи Такую белую, такую красноглазую тварь Вот эту маленькую Да ладно, это хомячок, собаки, кошки Это еще теплокровные млекопитающие Рыбку в банке заведи одну Вот такую маленькую Гупи одну Сразу проблема с отпуском Сразу А тут представьте себе Конь Или еще того сложнее Кобыла А тройка лошадей Где бы мы их держали Сложно себе представить Вместо вот этих АЗС привычных Какие-то станции с сеном и овсом И совсем уже Вот жутко представить себе Такой адский Вот представьте себе Ну это же ад Представьте себе Июль месяц и пробка исконных экипажей Кошмар Когда-то писатели писали при свечах Свеча горела на столе Свеча горела Отгорели свечи Все Отскрипели перья гусиные Не пишем теперь Ни гусиными перьями Ни при свечах Потому что неудобно Красиво, но неудобно И я же попробовал Я правда решил Прозвести такой эксперимент Как вот писать гусиным пером Это же не так просто Подошел к гусю Выдернул перо и давай писать Нет И вот это перо Пиро надо сейчас где-то раздобыть Где-то вот Раздобыл перья Потом прочитал в справочнике Как его нужно обрезать Перо нужно было Под специальным углом обрезать Сделать маленький надрез Вот посередине вот этого И очень нужны были Серьезные навыки Для письма Гусиным пером Потому что нежное Очень нежное оно После навыков письма Шариковой ручкой Привычка После привычки Писать Надавливая на перо На гусиное перо Нельзя давить Чуть-чуть надавил Надломилось Все можно выбрасывать Или по новой обрезать Я извел кучу бумаги И кучу этих перьев Весь перепачкался Прежде чем смог написать Хотя бы одну строчку Без клякс Более-менее похожую На какую-то строчку Записи Потому что Трудно перьями писать Трудно Неудобно Потому что Шариковой ручкой удобнее Гелевый Еще удобнее А на компьютере Еще удобнее Знаете Если почитать стихи За последние 200 лет То что-то получается Что Как-то перьями При свечах Стихи писали лучше Что у них как-то Лучше получалось С перьями Ну уже все Перья в руки не возьмем Свечи не зажжем Потому что неудобно Ну неудобно Потому что Шариковой ручкой Удобнее Гелевый Еще удобнее Но Как забавно Как занятно Каких-то Чуть больше 20 лет назад Кажется совсем недавно Хотя за эти 20 лет Произошло много И много воспоминаний И за эти 20 лет Родились дети Но все равно Кажется недавно И даже если это недавно Ощущается Внутри Своей жизни То что это Для истории страны Или для истории человечества 20 лет Чепуха 20 лет назад И чуть больше 20 лет назад В каждую школьную тетрадку Была вложена промокашка В каждую Я решил детям показать Что такое промокашка Потому что Они услышали В каком-то советском фильме Слово промокашка Спросили меня Что это такое Я попытался им объяснить Что это такое Словами не смог То есть понял Надо показывать Решил показать Не смог найти Искали Просто разбились Расшиблись Эту промокашку искали Причем хотел найти розовую Потому что Розовая была Классической моделью Были еще такие Зеленоватые и голубоватые Но они были неприятные А вот розовая Была приятной Вещью Кинулись искать Не могли найти Вдуматься только 20 лет назад Огромная страна Десятки миллионов Школьников Разных возрастов У каждого В портфеле Десяток тетрадей В каждой промокашке Сотни миллионов промокашек Нету больше Все Не могли найти Кто их хранит Промокашки Никто же не хранил Благо у старенькой учительницы У одной Нашли У нее тетрадка завалялась Лет 25 тому назад Забыла проверить тетрадку И вот Благо в ней сохранилась В идеальном состоянии Промокашка и розовая И сейчас я вам ее покажу Сейчас вы ее Сможете увидеть И те кто ее никогда в жизни Не видел Здесь есть такие Я уверен Ее смогут увидеть сейчас В первый И в последний раз А те кто ее давно не видел Смогут ее увидеть Просто в последний раз Вот она Розовая Классическая Последняя Сейчас я ее поближе покажу Просто вещь ценная Секундочку Когда я поступал Когда я поступал в школу В 74 году Для нас промокашка Уже была чем-то Ахаичным и непонятно Потому что уроки Чистописания У нас уже к этому моменту Отменили Приблизительно за год до этого И у нас уже не было Ни чернил Ни першек Нам непонятно было для чего Промокашка Мы спросили у учительницы Зачем она нужна И она сказала Что она нужна Промокашка Была Для того чтобы промакивать Свеженаписанные чернилами Вот она Вот Чтобы вот так промокнул И чтобы не запачкать Другую страницу Чтобы не размазать Не размазать написанное Вот Учительница Вот она промокашка Вот она такая прелестная Видите Учительница нам объясняла Что Еще А промокашку Можно было почистить Перышко Нам же это было не нужно И собственно Была бесполезная вещь Но вещь была приятная Промокашка была Чуть меньше формата тетради Ее было приятно Подложить под ту страницу На которой пишешь И от этого Как бы писать Снова мягче Ручка как-то мягче Катилась Шарик ручки Катился по бумаге Чуть изменялся почерк Буквы с немножко Тисненой Рифленой И даже у разгильдяев Менялся почерк Что еще было важным На промокашке На ней было приятно рисовать И учителя не возражали Потому что вещь-то была бесполезная Он собственно разрисовал ее И на ней рука Руке было приятно На ней лежать На этой бархатистой поверхности Что еще важно Да Маленький кусочек Это было важнее всего Для мальчиков Маленький кусочек Промокашки Вот такой вот Приблизительно Гораздо быстрее Чем такой же кусок Тетрадного листа Сжевывался в комок Это что плевать Через трубочку Да Понимаете То есть Гораздо быстрее Значит это был Более такой ценный И скорострельный Боеприпас К тому же Шарик из промокашки Он лучше летел Потому что он больше Впитывал слюны Он был тяжелее У него были Более высокие Аэродинамические свойства И что совсем важно Он прилипал Ну я убираю Посмотрите Вот Полюбуйтесь Больше вам этого Никто не покажет Те парты За которыми Мы учились В начальной школе Были такие Каких сейчас уже нет И они были такие Под уклоном Такими крышечками А сверху На парте Были такие Круглые углубления Мы не понимали Для чего они нужны И спросили учительницу Она сказала Что это для чернильницы Сказала она Ваши родители Должны помнить Ваши родители Чернилами писали Перышками Буковки выводили И ведь Выводили же Буковки Ваши родители Потому что Перышком Буковку Можно было Именно вывести Вот ваши родители Людьми и стали А вы Вы У вас У каждого Шариковая ручка Пиши да радуйся Бумагу не царапает Кляксу не поставит А вы В этот момент У учительницы Случилась такая Судорога на лице И она продолжила урок А папа рассказывал Что было приятно Подбросить Маленький кусочек промокашки В чернильницу Самой аккуратной девочки В классе Маленький кусочек промокашки Моментально Намокал В чернилах И его было не видно Он впитывал В черниль И не видно И вот самая аккуратная Девочка в классе В каждом классе Была самая аккуратная Девочка Судьба Распределяла их По классам Они не могли Собраться Все вместе И вот Такая девочка С идеальной осанкой Была с нежной фарточкой С этими идеальными Манжетиками У нее Воротничочком У нее такие учебнички Все в чистой бумажке Идеальные тетрадочки В тетрадочках Все под одним углом Пенальчик Здесь все ручки Все идеально Вот она такая Брала свою идеальную перышко Опускала С ее чернильницу Эта дрянь Зацеплялась Падала на страницу Получилась ужасная Клякса Испорченная тетрадь Испорченная работа Ну и конечно живой Плач И такой Жизнеутверждающий смех Разглядяев мальчиков И такой Вкратчивый смех Менее аккуратных девочек Все теперь нет промокашек Они исчезли Их не найти Никто их не сохранил И этот предмет Не нужен Поэтому он и исчез Его не стало Ну не нужен предмет Какая тут беда Да никакой беды Ну что это промокашка Промокашки нет Ну и что Мало чего Вообще пропадает В этом мире Но А чего уж грустно-то Да от того Что еще уходят слова Слово приятное Хорошее промокашка Значение Его непонятно детям Но вместе с этим Уйдет ведь еще И такое слово Клякса Потому что сейчас Нечем кляксу поставить Нечем А слово очень хорошее Точное Клякса Да Клякса Клякса В этом слове И звук падения капли Чернил на бумагу И получившееся безобразное пятно Забудутся эти слова И умрут А слова Умирают в словарях Они умирают Забытые Никому не нужные Как только Слово Перестает звучать В жизни Оно Замерзает в словаре Где-то Как мамонты Замерзали в вечной Мерзлоте Но мы Многие здесь Присутствующие Я уверен Помнят Потому что мы Успели пописать Перышками Давненько Но успели Я помню Как я это делал 18 лет назад Помню Отлично Да-да-да Помню И делаю это В последний раз в жизни Потому что это было нужно Это нужно было Не стиля ради Не Скажем там Не забавы для А Потому что было необходимо Потому что во всей Большой стране Это было нужно Где она почте На почтанте На телеграфе На переговорном пункте Где-нибудь Так называемых Сберкассах Где нужно было Заполнять бланки И для этой цели Стояли такие Большие столы В центре Стола было Такое углубление И в нем Так называемая Чернильца Непроливашка И грудоперышек Лежала такая На палочках И ну чтобы писать Писать ими Было ужасно неудобно Весь перепачкаешься Но почему перья клали Потому что их Никто не разворовывал Слушай Кому эта дрянь Была нужна Положили бы Шариковую ручку Даже плохую Утащили бы Их же веревками Привязываем Вместе с веревкой Потом и веревочкой Воспользуются Конечно А как же Вещь Вещь-то хорошая А перо было Никому не нужно Кому вообще Ну как его Как его Как украсть перо Надо на палочке Затолкаешь в карман Проткнет подкладку Весь перепачкаешься Потом если берешь Перышко Надо же и чернильницу Ну правильно Она там была закреплена Мы проверяли Все это было неудобно Эти бланки Маленькие такие Были хлипкие Как промокашка Пишешь Это перышко царапучий Чуть зацепился Сразу расплывается пятно Десять бланков Десять бланков Изведешь Пока напишешь Коротенькую телеграмму Все это было Ну ужасно Неудобно Но просто В этих перышках В этих промокашках В этих чернильницах В этих словах В этих самих словах Центральный телеграф Клавпочтант Звучали какие-то Уходящие И несуетные эпохи В самих этих промокашках Грезились Гимназисты И гимназистки Гимназисты С рядами медных пуговиц И фуражечках А гимназистки Такие все Благонравные И благообразные В этих самих словах В этих чернильницах И перышках Слышались Такие вот Бубенцы Почтовых троек Виделись Такие верстовые столбы И стационные Смотрители Еще из пушкинской поры В этом во всем Звучали такие слова Как Дипеша Дипкурьер Фельдъегерская служба Чувствовался запах Сургучных печать Которые уже Упразднены Слышались гудки Почтовых пароходов Которые Вот этот Который так шумел И гудел этот пароход Когда вез Королевскую почту Под мостами Лондона В тумане Во всем этом Слышался грохот Проходящего Курьерского поезда Хотя В сущности Курьерский поезд Что такое Это Ну это Такой же Почтовый поезд Ну просто звучит Как по другому Да Вот слушайтесь Пожалуйста Курьерский поезд Это спецэффекты Сейчас дым неизбежно Как-то вот тут будет По залу расползаться Не волнуйтесь Он безвредный Он для красоты Его можно потерпеть Вот и приходил поезд В столицу Из провинции Уже не Курьерский Не почтовый Обычный пассажирский Приходил Или из столицы Приходил куда-то В Курозный городок Выходили люди на перрон Приехали И тут же Какие-то главы семейства Какие-то ответственные люди Бежали Давать телеграмму К почтовому отделению вокзала К окошечку Такой было окошечко Выстраивалось Очередь чемоданы Встречающие Провожающие Суета Чемодан пропал Какой-то господин А телеграмму То дать надо Что доехали нормально Выстраивалась очередь Не хватало этих бланков Не хватало этих перышек Какое счастье Что сейчас Того ничего не нужно Вышел Из вагончика На перрончик Достал телефончик Набрался Мессочку Мол доехали Хорошо Но и этого Теперь не нужно Можно же ехать И всю дорогу писать Еду прекрасно Еще слать фотографии Где еду С кем и чем Мы при этом занимаемся Ну правда Телеграмма Была неудобным Делом Это надо было Идти куда-то На почту На почту На почтовое отделение Куда-то идти Через квартал Может быть ехать Через весь город А там Этот стол С этими перьями Весь перепачкаешься Даешь телеграмму Потом в очереди стоять За каждое слово Надо платить За каждое Ведь еще же нужно было Экономить на предлогах Потому что за предлог Брали как за целое слово И вот Получаешь такую телеграмму Приеду Среду Я понимаю Что на мне сэкономили Потом смотрите Как было неудобно Неудобно было В телеграмме Вот всю правду Вот всю правду Как есть Да И привычными словами Изложить было невозможно Потому что Телеграфистка Мат не пропускала Так что надо было Как-то формулировать Как-то надо было Стараться Кому же такое понравится Вот Телеграмма была Таким делом Тревожным еще Обычно их приносили вечером И вот сидит Семейство допустим Ужинает Вдруг такой стук Тревожный Потому что Представленные Очень тревожно стучались Такой стук Или звонок Они же так Еще звонили Вот так Нажмет на кнопку Пока дверь не откроешь Держат И как бы Мстит за то Что на четвертый этаж Поднимался Телеграммой Вечером И таким Совершенно утробным голосом Вам телеграмма Все Все же семейство Сразу Первая мысль Все умерли вообще Ничего же хорошего Не представлялось Не фантазировалось И Абы кто Первый попавшийся Кто дверь открывал Почтальон Читать телеграмму Не мог Дело серьезное Телеграмму Телеграмму Мог читать только Отец семейства И все бегают Ищут ему очки Минут три А он стоит Телеграмму Ждет Наконец находились очки И он читал И Как бы Такое все Отпускал Вот так вот Когда выяснялось Что это вот Ни с того ни с сего Забытые родственники Три седьмая вода на киселе Ни с того ни с сего Вообще из Харькова Решили нам дать телеграмму Что у них Видите ли Родился Виталик Вот тоже новость В Харькове Родился еще один Виталик Тут Людей чуть не Инфаркт Случился Отчего же Грустно Что теперь Нет телеграмм Отчего же Хотя телеграмму Еще можно дать Такая Еще возможность Пока В России Есть В Европе Уже упразднили Телеграмму Так что Вот Кто еще Ни разу не давал В жизни Телеграмму Вот можно После спектакля Просто пойти И дать телеграмму Чтобы потом Внукам говорить А я когда-то Еще помню Времена Когда мы Телеграммы давали Правда Телеграмма Уже не та Потому что Она сейчас Просто печатается На Распечатается На обычном Листочке На таком Раньше Телеграмма Была какая С наклеенной Телетайпной лентой Какой-то человек Получал эту ленту Рвал ее Клеил Ушел Хендмейт Нету теперь Ну ладно Хотя конечно Сейчас телеграмму Тут дать можно Это пол беды Просто надо понять А что подумают Люди Которые ее получат Вот сейчас С какого перепугу Сейчас вообще Можно дать телеграмму Но такая возможность Еще есть Попробуйте Дать телеграмму Хотя бы Хотя бы Самому себе И получить телеграмму Ну Потому что уходит Уходит Навсегда И потом Не будет никогда Такой возможности Телеграмма А чего же так грустно То что нет теперь телеграммы Да от того что Телеграмма Была делом Не суетным Не сиюминутным Телеграмму Из-за чепухи Из-за ерунды Не давали Ну не было такого Чтобы шел человек По улице Вдруг вспомнил Какой-то дурацкий анекдот Баха дал телеграмму Побежал дал Но он же понимал Человек Что в этом деле Будет участвовать Целая большая структура Почта Кто-то будет принимать телеграмму Кто-то ее Будет передавать Кто-то будет клеить Лену А кто-то понесет Это домой Разве можно Из-за ерунды Такой-такой Да нет Телеграмма была Событием Сама по себе И давали телеграмму По поводу события И грустно от того Что Теперь Нет телеграмм Потому что Телеграфистка Мат Не пропускала Теперь Не нужно Стараться Формулировать Можно писать Как хочешь Вот Еще что Почему Грустно Да потому что Не было такого Чтобы например Выпил мужчина После работы Нет Хотя такое Сейчас есть И было такое Было Нет Просто такое Чтобы выпил человек После работы Мужчина Почувствовал себя Недопонятым Такое с мужчинами Случается Потом выпил Еще Понял Что его вообще Не понимают Пришел домой И с порога Понял Что его Решительно Вообще Никто Никогда И не понимал Даже В этом доме Да еще Выпил Выпил И почувствовал себя Страшно Одиноким И давай Телеграфировать Всю ночь Всем своим Бывшим По списку Вот Не было такого Или вот Дать телеграмму Не той Не в тот город Да еще на этом Запалиться Тоже такого Не было Что вот так вот Дал телеграмму Потом опомнился И след еще одну Это я не тебе Получаешь День рождения Наступает Еще не успел Проснуться Уже телефон Надрывается Идут Смс А что А что такое случилось А просто кто-то Из твоих друзей Чуть раньше Тебя проснулся И еще не оделся Не умылся Не почистил зубы Включил компьютер У него там раз Выпал список У кого сегодня День рождения И он тебе Тебе такую Клише Шаблонную Такую Смс Раз Отправил Благодаря имя Не перепутал Ты ее тут же Стер эту Смс Чтобы не заполнять Память Телефона А когда ты получал Телеграмму С днем рождения Ты понимал Что друг не забыл Друг не забыл Он нашел время Он поехал на почту Он дал телеграмму Он выбирал для тебя Бланк Поздравительный С дурацким цветочком Друг Он писал Подбирал слова Экономил на предлогах И телеграмму Мы уже сразу Не выбрасывали Поздравительные телеграммы Не выбрасывали Было же какое ощущение Что пришли Четыре телеграммы всего Четыре из разных городов Такое ощущение Что Вся страна Просто празднула И телеграммы Не выбрасывали Вот так вот Если подарили цветы Подарьте Вот так ставились Цветы Подарьте А вот так вот Ставились телеграммы Поздравительные Или на бланках, вот так. Или на телевизор, вот так вот. Вот смотрите, смотрите. Помнят, любят. Видите, какая длинная телеграмма? Не пожалел денег человек. И потом надолго еще эти телеграммы замирали и оставались стоять долго за стеклами книжных шкафов. Или как-то перемещались эти телеграммы в такие вот коробочки, в которых теперь они вот эти и хранятся, разные вот эти бумажечки, в каждом доме. В каждом доме должна появиться и потом начать заполняться вот такая вот коробочка. Это не обязательно, что это дом, какое-то строение отдельное, там, коттедж или особняк. Даже если человек относится к своей небольшой квартире как к дому и говорит про нее, я пошел домой, вот в этой квартире, в этом доме обязательно должна завестись вот такая вот коробочка. Там помимо бумажек, там могут быть такие очень важные и ценные реликвии. Например, что? Вот эти бирочки, которые привязывали младенцам в роддомах, на ручке и на ножке. У нас таких бирок три комплекта. Что еще там? Зубы! Зубы бесценные вот эти, которые намного ценнее, чем бивни мамонтов. Там еще первые срезанные локоны во время первой стрижки вот так завернуты в бумажечку и подписаны, когда, среди у кого, что там еще может. Там много бывает этих каких-то конвертиков, каких-то вот писем, каких-то вот бумажек, билетик, вот тетрадочка, еще моя за второй класс, вот тут вот с таблицей умножения, такие вот бесценные вещи. Я, говорит, перебирал такую, вот такие бумажки, вот такой коробочкой, можно же взять вечером, вот так взять, достать такую коробочку, поперебирать там бумажки и вспомнить всю жизнь. Перебирал ее и наткнулся там на такую бумажку, сложенную пополам. Бумажка такая хлипенькая-хлипенькая, маленькая, по краям пожелтевшая и почти перетертая по линии сгиба. Бланк. Я его развернул аккуратненько, чтобы не порвать, и читаю. Коагулограмма. Думаю, что это такое вообще? Я не знал. Посмотрел в справочнике, выяснил, что коагулограмма – это анализ крови на свертываемость. Но он не был заполнен, в нем даже не была проставлена дата в этой коагулограмме. Кто проводил анализ крови на свертываемость, зачем, подумал я. И перевернул бумажку на другую сторону, на чистую сторону, и увидел там две строчки, написанные корявым почерком, таким вот крупным, таким корявым совсем, и явно плохой ручкой, которая плохо писала. Еще было видно, что человек наверняка писал на неровной поверхности, от этого буквы, ну, совсем некрасивые такие, корявые. Я свой почерк не узнал, и я не помню, чтобы я писал эту записку. Я прочитал эти две строчки и не просто вспомнил. Я прямо там оказался. Я оказался там, в своем родном городе Сибирском, в Кемерово, в тот день, когда родилась моя старшая дочь Наташа. Что я прочитал в этой записке? Я там прочитал. Я счастлив. Три восстательных знака. Всех обзвонил, точка. Мама приедет в воскресенье, точка. Написал с ошибкой, приедет. И дальше. Спасибо за дочь. Три восстательных знака. Думаю, что это такое? Что это такое я написал? Для чего это я написал такое? Для чего вот это? Спасибо за дочь. Зачем? Ну, а что это? Это же не свойственное мне клише. Это я подслушал в какой-то песне. Зачем я? А если бы сын родился, что я не радовался бы, что я не благодарил? Ну, что я это написал? Потом с ошибкой написал. Что я еще увидел в этих двух строчках? Я увидел человека, который всю ночь не спал, беспрерывно звонил в этот роддом, всем там надоел, несколько раз был послан. Под утро уснул в кресле рядом с телефоном. Весь затек. Проснулся уже после полудня от яркого такого осеннего сибирского солнца, которое било в незаштойное окно. Вот сон-то до меня добралось, я проснулся, подскочил, позвонил в роддом, узнал, что родилась дочь. Страшно насуетился, всех, кого мог, обзвонил. Помчался на почту и тогда давал в последний раз телеграммы. Я говорю, очень хорошо, это помню. Тогда в последний раз писал перышком, вот таким. Потом поехал к роддому. Поехал к роддому. Ну, а зачем я туда поехал? Ну, просто чувствовал, что надо поехать. Хотя я прекрасно знал, что тут к ним не пустят. Ведь это же всего-то немного лет прошло. А тогда ведь к ним не пускали туда. А присутствовать в природах никому в голову вообще не приходило. Никому. Ну, а приехал. Ведь как было тогда? Через неделю выписывали так вот в окошко, как в столовой еду, так раз, такой сверток. Спасибо. Приехал я туда, к этому роддому, посмотрел в эти окна. Я не знал, за каким окном мои. Послонялся вокруг этого дома, посмотрел на тех, кому уже кого-то в окно показывают. Посмотрел на тех, кому показывают, посмотрел на тех, кого показывают. Понял, что мне пока выпивать и веселиться рано, потому что мне, когда еще ничего не показали. Долго стучал в дверь, пришла вошливая медсестра. Я у нее попросил бумажку и ручку. Она поморчала и принесла мне вот этот бланк и вот эту самую ручку, граненую такую, пластмассовую, с погрызенным колпачком таким, очень хорошо. Я сразу все вспомнил, все. Но внутрь она меня не пустила. И я встал возле входа в этот роддом, приложил бумажку к шершавой стене и написал вот эту записку. Из-за того, что было прохладно, от того, что ручка была плохая, от того, что нужно было вот так писать, она периодически переставала писать, я ее тряс, потом опять писал. Я вспомнил все это отчетливо. Я вспомнил, какая была ручка, ее грани вспомнил. Я вспомнил, какая была шершавая стена, какая она была холодная. Я вспомнил даже, как солнце падало у меня из-за плеча и как тень от ручки падала на бумажку на стену. Я вспомнил все. Что еще я увидел в этой записке? Написано «Я счастлив» в три восстановительных знака. Это написал человек, который знает, что принято считать, что когда родился ребенок, особенно первый, это очень большое счастье. И он сам себя уговаривает «Я счастлив». Он еще этого счастья не нюхал, он его в руках не держал, он представления о нем не имеет, но сам себя уговаривает «Я счастлив». Написал с ошибкой, написал вот это вот клише «Спасибо за дочь». А когда спустя годы родился сын Саша, я узнал о том, что он родился ночью, мне сообщили. И я никуда не помчался. Я просто включил свет, взял мобильный телефон, он уже тогда был, и набрал СМС-сообщение. Набрал, думаю, что хорошие, чувственные слова. Ну, во-первых, второй ребенок, не первый, я уже долгожданный сын. Я был счастлив. Подбирал какие-то хорошие, счастливые слова. Написал точно, без ошибок. И послал ей, точнее им послал. Разумеется, это СМС-сообщение не сохранилось, разумеется. Но не сохранилось того телефона, с которого оно было отправлено. Не сохранилось того телефона, на который оно было получено. Бумажка маленькая лежит, а двух телефонов нет. Это были железные предметы. Со сложной электронно-цифровой начинкой, с аккумуляторной батареей, с экраном. Тогда, когда родился сын, тогда эти телефоны были намного дороже, по ощущениям, чем сейчас, относительно наших зарплат. Это вообще в социальном смысле даже была престижная вещь, мобильный телефон. Я даже не помню, как они выглядели, эти телефоны. Какого у них были цвета, какой модели. Не помню. Но самое забавное, что я не помню, куда они подевались. Кто-нибудь может так вспомнить, как он вот так вот с совершенно сознанием подходит к мусорному ведру и выбрасывает туда мобильный телефон? Ну, если он, конечно, не агент спецслужб. Или не уходящий, не скрывающийся от закона человек. Нет, просто так, чтобы подошел и выбрасил мобильный телефон. Они же куда-то деваются сами по себе. Сами с собой куда-то расползаются. А бумажки лежат. Но даже если бы я, даже если бы я заучил, то есть мое сообщение наизусть. И что? Нет бумажки, нет почерка, нет вот этих корявых букв. Нет того, что напоминало бы об эпохе, о воздухе и о том, как солнце падало из-за спины, из-за плеча. Бумажки хранят наши прикосновения и наши события. Они хранят не информацию. Они хранят содержание. И храним мы, храним, держим вот эти вот переклады, вот эти бумажки, как самые ценные. Вот здесь у меня лежит вот совершенно бесценная вещь. Вот такая вот, малюсенькая, я сейчас покажу. Вот она, маленький кусочек бумажки, малюсенький. Это для меня очень дорогая вещь. Это билет автобусный. Автобусный билет маршрута номер 16 города Кемерово. Я купил его, когда учился в восьмом классе. Почему я запомнил? Потому что мне приходилось в восьмом классе ездить в школу автобусом. И поэтому я понимаю, что я тогда был куплен, потому что я нашел его в школьном блокноте, этот билетик. И вспомнил саму ситуацию. Почему он сохранился? Потому что у него выпала счастливая сочетание цифр. И я хотел его съесть, но забыл. Если кто-то не знает, то если выпадал счастливый билет, то нужно было загадать желание и съесть. А у меня никакого подходящего желания в этот момент не было. Я что-то ничего не мог выдумать и подумал, приберегу-ка я его к контрольной или к диктанту. И он сохранился. Так вот лежит. Вот он, маленький кусочек бумаги. Сколько лет прошло. Тот автобус, в котором был куплен этот билетик, давно сгнил или утилизирован. Таких автобусов давным-давно не выпускают. Мало того, я справки навел. Завода того нету, на котором делали этот автобус. Билетик лежит. Сколько всего произошло за то время, пока лежит у меня этот билетик. Сколько в наших домах сменилось поколений телевизоров, которые мы каждый раз покупали как чудо техники и не представляли, что может быть еще более тонким и плоским телевизор. Сколько мы их выбросили. Сколько их сгорело, этих телевизоров. Когда я покупал этот билетик, у нас дома стоял новый черно-белый телевизор. И это было нормально. Цветной было ненормально. Переезжали из городов в города. С квартир на квартир. Что-то устаревало. Какая-то мебель, какие-то люстры. Увозили какие-то шторы на дачу. Какие-то кавры. Какие-то стулья отдавали кому-то. На дачу увезли массу всего. Дача давно, в 2005 году. Сгорел этот лак, чертовой матери, со всем этим хламом. Билетик лежит. Невозможно расстаться. Лежит здесь и напоминает. Напоминает о чем? Напоминает кому? Мне. О детстве. О том воздухе. И о том, какой был запах в том автобусе. И как шипели его двери, когда они открывались. Вот это хранит бумага. Да что там наши семейные архивы? Это наши семейные коробочки. Археологи до сих пор на раскопках Великого Новгорода находят и намерены еще находить берестяные грамоты. Грамоты просто так назывались, записки, которые они писали. Это вовсе не были грамотами каким-то там передовикам средневекового производства. Не-не-не. Это были записки. Маленькие, размеры, стандартную открытку. Бывали побольше, бывали поменьше. Ну какие-то такие вот открытки. Это были записки. Почтовой службы тогда не было. Потому что эти записки 11-12-13 век. Ну некоторым запискам по тысячу лет. Представляете, Русь-то крестили чуть больше тысячи лет назад. А тысячи лет назад уже активно люди писали. Причем самые простые. Почта тогда не было. И передавали эти записки с оказией. Нам из города в город, например, с обозом каким-то. А по городу могли передать с каким-то посыльным. Посыльным мог быть дворовая мальчишка, девчонка какая-нибудь. Ну, друг, приятель, подруга. Неважно. Эти записки люди читали. Где прочитали, там и бросили. Там и нашли. Просто в сырой такой болотистой земле новгородской. Там они сохранились. Это совершенно записки абсолютно бытового содержания. Их найдено около тысячи штук. И в них столько жизней. Церковные книги того периода в Великом Новгороде практически не найдены. Это были ценные предметы. Эти книги в золотых или серебряных окладах с драгоценными камнями. Их разворовывали. Куда-то не сохранились. Но даже если бы нашлась какая-нибудь книга того периода. Написанная, сделанная на пергаменте, дорогая. Красиво написанная. Ну и что? Что там мы увидели? Только канонический текст, в котором не было бы ни слова про тех людей, которые держали эту книгу в руках. А в этих записках жизнь. И они поэтому сохранились. Да. Бумага в то время на Руси уже была. Правда, ее делать еще не умели. Ее привозили. Ну и импортная, в общем, была бы. Вещь дорогая. Она нужна была для церковных и для государственных нужд. За то уж чего-чего, а берез-то на Руси всегда хватало. То есть бересты было. О, хоть запишись. И ведь писали люди. Писали. Можно было сказать, писали от края и до края писали. Вот. Потому что берез хватало. Писали, потому что, ну, хотелось людям писать, и было на чем. Вот и писали. От края и до края. Вот. Вот на таком вот материале. Вот такой вот. Материал, скажу вам, не самый податливый, не самый удобный для письма. Его чуть-чуть размачивали водой и писали такими вот железными палочками по этой бересте. Эти палочки назывались писало. Так назывались эти палочки. Сначала на раскопках, на раскопках домов даже, начали находить вот эти палочки. Прежде чем нашли первую записку. И могли понять, что это такое. Такая длинная палочка, довольно красивая, кованая. Они были четырехгранные, пятигранные, кованые явно, ковал, кузнец какую-то палочку. Думали, может, это какой-то специальный гвоздь, но почему без шляпки. Потом предполагали, ну, зачем такой гвоздь дома хранить. Может быть, думали, это, может быть, такая шпилька или заколка, как у японок, у женщины пользуются. Потом нашли такую вот палочку, такую писала, в кожаном футляре, который явно мужчина носил на поясе. Как кто-то сейчас носит мобильный телефон в футляре, а там палочку человек носил. И стало ясно, что эта палочка была нужна человеку в повседневности. И для чего-то, ну, как-то он ей пользовался. И только потом нашли, собственно, первую записку, которой около тысячи лет. Тысячи лет, маленькая записочка такая. И сопоставили, что вот чем писали-то. Вот эту вот палочку писали. Записку нашли такую. Пришли мне рубаху, рубаху забыл. Вот весь текст. Все, больше там этой записки ничего нет. Вот прочитали эту записку люди и поняли, что тысячу лет назад жили люди по-человечески. Забыл мужик рубаху дома. Написал записку жене. Это нормально. А как вариант, мне жене. А что этот мужик выскочил без рубахи из дома? Но самое удивительное было то, что стало ясно, что тысячу лет назад какой-то мужчина, скорее всего, написал женщине. И женщина могла это прочитать. Просто против этого прямо вот возмущались европейские специалисты по славянской письменности. Они говорили, нет, тысячу лет назад не могли простолюдинки на Руси писать. Потому что в Европе в это время женщины простолюдинки не читали и не писали. Не были грамотными в Европе. Монашки, аристократки, понятно, но чтобы простые. Но потом были найдены записки, вот эти вот грамоты. Тоже тысячелетней давности, которые явно было обращением матери к сыну, например. Они говорили, тогда, наверное, эта женщина продиктовала кому-то. Или если это была записка адресованной женщине, ей кто-то ее мог прочитать. Но потом были найдены такие записки, которые, во-первых, мужчина писал женщине и не мог бы доверить кому-то даже посыльному это прочесть. Такие, ну, явно такого вот содержания, ну, в общем, секретного, скажем. И женщины написали такие записки, которые вряд ли могли доверить чьему-то уху или глазу эту записку. Вот, например, такая записка, где-то там чуть больше 900 лет назад. Сестра родная пишет брату. Очень красивый текст, послушайте. Братец мой любезный, ежели ты браслет не сделал, так хоть серебро верни. Вот, вот, вот. Найдены были записки, которые явно писал шестилетний мальчик, потому что он подписался, обращался, то есть ясно, что тысячи лет назад тоже были вундертинды. Как гордилась им бабушка, наверное, родители. Я семи лет пошел в школу и только там научился что-то там писать и читать. А там шесть лет на бересте сидел мальчик, писал. Но самая удивительная записка, которая поражает воображение, она не самая удивительная, она меня поражает. Это такая, ну, просто сложно себе представить, да? Это первое из найденных и самое древнее послание, любовное послание, любовное письмо, любовная записка на русском языке вообще. Самое древнее из найденных. Написала эту записку какая-то юная особа, барышня, девочка, девушка, молодая женщина. Мы этого не узнаем. Написала какому-то мужчине, парню, юноше. Мы этого тоже никогда не узнаем, потому что тот, кто ее получил, он ее порвал. Он порвал ее на четыре части вот так. Видимо, раздражала его девушка. Порвал и бросил. Где бросил, там и нашли. Благо порвал он ее по волокнам, потому что берестаривается по волокнам, порвал на четыре таких длинных лоскутка. И благо порвал вдоль строк, мы можем прочитать. Он еще умудрился два из этих лоскутков вот так вот завязать узлом, затянул и бросил. Ну, сильно раздражал, скорее всего, его девушку. Как раз этот узелок и найден. В этом узелке два лоскутка. Второй лоскуток и четвертый. То есть почти начало письма и его окончание. То есть мы не можем всего прочитать письма. Но понятно все. Сейчас я воспроизведу эти слова. И это, черт возьми, совсем ничем не отличается от того, какие мы писали записки в старших классах или в студенческих аудиториях, или то, что мы сейчас пишем в смс-сообщениях. Ничем. Сейчас я убежден, какие-то барышни или дамы легко узнают в этой записке какую-то свою жизненную ситуацию. Или жизненную ситуацию какой-то своей подруги, что приятнее. Вот эти слова. Они адаптированы, конечно, но не очень, не сильно. Это почти самое начало письма. Обращение мы прочесть не можем, оторвано. Кому она обращается, мы не знаем. Вот что мы читаем. Посылала к тебе сегодня трижды, Что за зло ты на меня держишь, Что в воскресенье ко мне не пришел. Может быть тебе не Люба, Было бы тебе Люба, Ты бы скрылся от людских глаз и примчался. Дальше мы не видим, оторвано, мы не можем прочесть. Нам, видимо, что-то такое происходит драматическое, Потому что тон письма меняется. А то, что мы уже можем прочесть, Мы понимаем, что эта барышня опомнилась, И просит не то, чтобы прощения, Но вот чтобы он не обижался, Чтобы все-таки, ну, любит она его. Дальше мы пишем. А ежели я тебя по своему безумию, То есть по глупости своей задела, То, видимо, прости, извини, Мы этого никогда не узнаем, оторвано. И окончание письма такое. А ежели ты будешь насмехаться, То осудит тебя Бог и я. Вот так вот. Вот. Что мы здесь читаем? Это четвертая записка. Потому что она три посылала. Ответа она не получила. И она, конечно же, переживает. Из этой записки мы узнаем, Что у них была договоренность в воскресенье встретиться. Но эта встреча не состоялась. Хотя тогда же в воскресенье у них была переписка. Это ясно. Из письма, что они переписывались. И она ему писала, и он ей отвечал. Только она ему писала записки, А он ей отмазки. А она не верила, не доверяла, переживала. То есть он, может быть, писал там, Не могу, там, в воскресенье родители напрягают, Надо пойти в церковь, что это такое. Она не доверяла. Писала, писала. А потом опомнилась, пишет. Ежели я тебя задела. Она употребляет слово задела. Ровно в том значении, В каком мы пользуемся этим словом сейчас. Это так удивительно. Разумеется, такого ни в какой церковной книге Мы бы не нашли. И потом она пишет. Осудит тебя Бог и я. Она пишет себя после Бога. Но сразу после. Дерзкая была. Дерзкая. И еще. Вот смотрите. Представьте себе. Четвертая записка. На первые три он не ответил. Она, конечно, переживает. Но записка написана очень аккуратно. Нежные девичьи пальчики. Железная палочка граненая. Неудобный, неподатливый материал береста. Она пишет, но без помарок. То есть характер. Характер. Чувствуется характер. И ни одного грубого слова в записке. Ни одного грубого слова. Ни в одной записке 11 века вы не найдете ни одного грубого слова. Потому что человек не мог написать грубое слово. Потому что человеком тогда процесс написания ощущался как процесс сакральный, чудесный. Для человека было чудом, что сама возможность того, что вот то слово, которое он думает, говорит, его можно записать, и слово становится сущим. Его можно коснуться руками. Его можно взять в руки. Его можно передать в другой город. Его можно сохранить. Это было удивительно. На многих грамотах 11 века мы можем видеть в начале письма такой вот крестик. И по окончании крестик. Сначала ученые не могли понять, что это такое. А потом догадались, что таким образом человек записывал, письмо записывал, фиксировал, что он перекрестился, прежде чем начать писать. И по окончании тоже перекрестился. Как вот когда мы заходим в церковь, крестимся и выходим, крестимся. Вот это вот было ни одного грубого слова. Хотя найдены записки, которые явно писали друг другу закадычные друзья, которые при встрече вполне могли употребить все те слова, которые мы знаем. Тогда они уже были, эти слова. Но написать не могли. И поэтому эти письма, в них такие формулировки. Когда мужик не имеет возможности материться, он формулирует. И сейчас я воспроизведу. Тысячу лет назад явно закадычный друг пишет закадычному другу. Какая там формулировка? Потому что мужик не мог... Он бы хотел, наверное, но не мог сматериться. Записать было невозможно. Не мог себе позволить. Это моя любимая записка. Слушайтесь. Зайдет к тебе Андрей, так отдай Андрею рубль. Ежели ты рубль Андрею не отдашь... И вот дальше идет формулировка. Готовьте сейчас. Ежели ты рубль Андрею не отдашь, так весь сран от Андрея мне, так он твой. АПЛОДИСМЕНТЫ Каково, да? Я хотел бы познакомиться с этим человеком. Хотел бы. Мы никогда не узнаем, как звали ту девочку, которая написала ту... Вот эту вот любовную записку. Мы не узнаем, как она выглядела, что с ней случилось, какова была ее жизнь. Мы этого не узнаем. Понятно, потому как была порвана эта записка, вот, и этот узелок завязан, что вряд ли у нее что-то хорошее случилось с этим парнем, которому она писала. Но даже если бы нам показали фотографию этой девочки, цветную, мы все равно бы не смогли бы так много понять и почувствовать про этого человека. Мы в этой записке ее видим, мы ее слышим, мы чувствуем, что она и понимаем, что она ничем от нас не отличается. Она переживает ровно то же самое, что мы переживали или переживаем в этот момент. А это было тысячу лет назад. В этих ее строчках, в этих ее буковках мы слышим живого человека, которому точно сочувствуем и почти ее любим. Потому что в этой записке, в этих буковках, в этих строчках за тысячу лет не остыла любовная мука. За то, как легко, как спокойно, весело, без всяких проблем, вот так вот падают пальцы на клавиатуру компьютера, да, вот так вот, все пальцы. Тогда палочкой на бересте не могли грубое слово написать, а сейчас всеми пальцами в интернет, раз, и такую мерзость туда. Такие мерзости пишутся, набираются на этих клавишах. Буквы-то сами по себе прекрасные. Буквы ничем не виноваты. Но из них складываются такие чудовищные слова и такие отвратительные смыслы. И пишется это не какому-то отдельному адресату, который, может быть, и заслуживает таких слов. Пишутся это просто в социальные сети куда-то. Читайте все, пожалуйста, женщины, дети, кто угодно, читайте. И в какой-то момент, когда читаешь какую-то мерзость в интернете, возникает ужас. А вдруг это написала женская или детская рука? Потому что никаких признаков реального человека-то нет. Нет почерка, никаких признаков нету совершенно. Нету. Полная анонимность и безответственность. Казалось бы, процесс работы на пишущей машинке, он похож, правда? То есть и тут клавиатура, и здесь клавиатура. Здесь буквы в том же самом порядке расположены. И тут нет почерка, и здесь нет почерка. Но на самом деле процесс работы на пишущей машинке, он не просто другой. Он не просто сильно отличается от работы на компьютере. Он отличается космически, потому что здесь используется бумага. Потому что если ты набрал что-то на компьютере, какую-нибудь мерзость, глупость, но набрал, потом опомнился и стер, в этот момент ничего не случилось. Ничего не пропало, ничто не испорчено. Правда ведь? Ну ничего, ничего в этом... А если написать мерзость на листе бумаги, а потом опомниться, ты понимаешь, что ты испортил лист бумаги. А лист бумаги можно заменить только другим листом бумаги. А другой лист бумаги – это другой лист бумаги. Немного, но и немало. Это просто другой лист. Космическая разница. Потому что еще лист бумаги хранит свою белизну идеальную только до одного прикосновения. Даже если поранить бумагу карандашиком один раз, хоть застирайся потом ластиком, хоть зазабеливайся, все равно идеальная чистота листа только на один раз. И от того, что в пишущей машинке использовалась бумага, поэтому бумага хранила очень много признаков того человека, который работал на пишущей машинке. Потому что полоскутку бумаги с набранным на машинке текстом специалист, криминалист мог очень многое определить. Про того человека, который работал. Во-первых, у каждой серьезной фирмы, которая делала пишущие машинки, был свой неповторимый шрифт. У знаменитого Ремингтона, американского, был свой культовый шрифт, абсолютно культовый. У немецкого Ундервуда другой культовый шрифт. И криминалист мог понять, какая машинка, какой модели приблизительно, какого года выпуска. То есть он мог понять, дорогая у человека машинка или нет. Если дорогая и хорошая, значит, человек много работает на машинке. Что еще? Можно было определить состояние машинки. Как она? Отремонтирована или не отремонтирована? Если отремонтирована, значит, аккуратный человек. Не ремонтированная машинка, значит, не очень аккуратный человек. Потом бумага хранила силу удара, которая наносится по клавише. То есть как литера ударяла, чем глубже, значит, сильнее был нанесен удар. По клавиатуре компьютера можно хоть молотком бить. Да? Никакой разницы. А здесь можно было очень точно определить силу удара. И поэтому можно было понять, мужчина писал или женщина. Не потому что женщина слабее. Нет, просто чаще всего у женщины были длинные ногти, и поэтому она ударяла по клавише не сверху, как мужчина, а чуть сбоку, чтобы не испортить ноготь. И от этого чуть-чуть менялся угол атаки литера по бумаге. Можно было точно определить, квалифицированный работал человек или неквалифицированный на машинке. Неквалифицированный как работал? Помните? Вот так. Причем меня все время удивляло. Держал две руки, но работал одной. Он же вбивал эти буквы в бумагу просто, как гвозди. Логика же простая. Чем сильнее бьешь, тем меньше ошибок. Правильно? Это точно такая же логика, как когда разговариваешь с иностранцем, надо просто чуть погромче говорить. А когда работал квалифицированный человек на машинке, он работал многими пальцами или всеми. У каждого пальца разная сила удара. И поэтому по определенной схеме можно было довольно точно определить, работал кто на машинке? Левша или правша? Специалист или не специалист? Вот. Потому что бумага. Ну, век пишущих машинок закончился, потому что их больше не выпускают в мире. В 2010 году закрылась последняя в мире фабрика по производству механических пишущих машинок. Английская фабрика такая, да, древняя, закрылась в Дели, в Индии. Больше теперь машинки пишущие выпускать не будут никогда, а производство их закрылось навсегда. И исчезают очень быстро те люди, которые были специалистами по машинкам. Вскоре уже невозможно будет отремонтировать машинку. Специалисты исчезают. И в каких-то малых городах уже вовсе нет ни одного человека, который мог бы починить старую пишущую машинку. Но мы их не выбросим все равно. Мы не выбросим эти прекрасные предметы, вот эти вот чудесные, маленькие, большие. Вот это вот компактное. Вот это вот компактное. Вот это вот побольше. Вот это итальянская, а вот это вот немецкая. И у них у всех были разные звуки. Они были, ну, чудесные предметы. Чудесные. Я просто хотел бы купить кучу, но некуда ставить. Их с ними невозможно остаться. Они же украшают любой интерьер. Можно поставить в кабинете, можно в конференц-зале, в какое-то кафе, не знаю, в джазовом клубе. Где бы ее ни поставил, она везде украшает интерьер. Любой. Вот. Ну, потому что прелестная вещь. Как можно выбросить машинку, тем более, который, например, достался от бабушки или дедушки. Вот это у меня стоит машинка. Вот здесь вот. Орго Приват немецкая. А вот это вот. Оленький итальянская. Прекрасная машинка. Чудесная. Вот. Это 34-го года, а это 32-го. Ну, как они, в каком они состоянии? И на них можно работать до сих пор. Вот чуть-чуть смазал, подремонтировал. И хоть запишись. Ой. Ну, вот у меня у бабушки и дедушки не было пишущей машинки. Я в детстве просто мечтал иметь пишущую машинку, потому что на ней было так приятно стучать. Просто так, даже без бумаги. Вещь была приятная. Купил себе машинку, поставил ее в рабочем кабинете у себя дома, на подоконник. Подхожу ее просто погладить иногда. Просто погладить. Что-нибудь там покрути. Она же звуки ей дает приятные. А дети в каком восторге. Они могут на ней стучать часами в четыре руки. Просто, даже без бумаги. Их радует то, что в этой машинке все шевелится, все звучит. Все каким-то образом, все на что-то отзывается. И все издает особенные звуки. И само усилие, которое ты прикладываешь при ударе по клавише, тоже приятное. Вот такая приятная тяжесть в том, что происходит в связи с тем, что ты нажимаешь на эту клавишу. А какие она издает звуки? В ней все звучит. Вот послушайте же. Что еще? Вещь. 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 А куда подевались те компьютеры, которые мы покупали 20 лет назад? Которые мы мечтали во сне. Думали, как бы мне купить компьютер? Тогда моя жизнь изменится. Я отлично помню, как я купил первый свой компьютер. Я ничего в жизни дороже относительно того, что я зарабатывал никогда. Это была самая дорогая моя покупка относительно того, что я имел. Мне даже не с чем сравнивать то ощущение, которое я испытал, когда купил компьютер. Я купил страшно дорогую вещь. Мне показалось, что я тогда полдуши дьявола заложил, чтобы купить этот компьютер. Я когда его домой принес, этот компьютер, распаковал, я понял, что он дороже меня. Потому что для себя я железную дверь на квартиру не ставил. Я поставил железную дверь для компьютера. А что это было? Вот такой вот маленький почеглазый монитор с такой длинной трубкой. Вот такой вот процессор, который стоял на полу и гудел. Им можно было запросто отапливать малогабаритную квартиру. И он так гудел, что дня через два ко мне снизу пришли соседи, такие пенсионеры. И так спросили, скажите, пожалуйста, а вы долго будете еще стирать? А после вот этих вот первых компьютеров, помните, через некоторое время пошло, что? У него пентиум. Пентиум у человека, пентиум. Люди приходили в гости посмотреть на пентиум. Человек с пентиумом тогда был круче, чем сейчас человек с Бентли. Сейчас покупаешь новый компьютер, вот так выбираешь его, думаешь, ну вау, хо-хо-хо. Но уже тоньше быть не может. Куда еще тоньше? Ну это же, это же чудо, это же такие дизайнеры делали, это такая красота. Через два года стыдно. На, люди показаться, застаем. Через три года понесешь его выбрасывать ночью, чтобы никто не видел, на какой дряни ты там работаешь. Ни один мобильный телефон, даже золотой верту с какими-нибудь бриллиантами, никогда не станет украшением интерьера. Он станет, наверное, экспонатом музея. И этот экспонат будет говорить про нашу с вами эпоху не очень хорошо. А карболитовый телефон с таким вот диском уже, он не работает, но он у меня есть, он просто стоит и украшает помещение. Потому что вот эти предметы, вот эти предметы сделаны только для того, чтобы как можно быстрее устареть, и начать вызывать одно только желание – выбросить и купить новый, выбросить и купить новый. Все эти компьютеры, которые тогда мы покупали за такие бешеные деньги, кто-то их хранит, у кого-то они украшают интерьер, да нет. Все это выброшено давно на помойку или где-то хранится где-нибудь в гараже, и только по той причине, что руки не дошли пока еще это все вышвырнуть. А вот эти предметы делались для того, чтобы многие десятилетия, а может быть и столетия, человек мог работать и писать прекрасные слова. Машинка проработала и послужила человечеству больше века. Первая машинка была запатентована в 1867 году, это была знаменитая машинка «Ремингтон и сыновья». На такой машинке работал Мактвен, и он и первый большой крупный роман, крупное литературное произведение, первый такой прекрасный текст, набранный на машинке сразу изначально. Была история про Тома Сойера, а теперь их больше не будет, и писатели новой эпохи, новой поры уже не оставят после себя черновиков, вот этих вот коробок с рукописями, не останется от них бумажных переписок с какими-то коллегами, не останется. Уже рукописей как таковых-то нет. Посылается это все вот в издательство по электронной почте, даже не на бумаге. Но человечество накопило большие бумажные архивы, 2000 лет существует бумага, 2000 лет назад китайцы как-то так вот случайно придумали бумагу, вот, и человечество пользуется бумагой вот уже 2000 лет. И, конечно, бумажные архивы значительно накоплены, они еще до сих пор не разобраны, но когда мы разберем эти бумажные архивы прошлого, от нашей эпохи, от наших поэтов, от наших философов, от наших литераторов и ученых, не останется бумажных архивов. Но еще, правда, ездя поковыряться, еще достаточно бумаги накоплены, еще ездя вот поперебирать бумажки, вот эти архивы не разобраны еще, до сих пор еще очень много чего бумажного еще не прочитано. Вот. Ну, знал, конечно, это чепуха и мусор, но даже бухгалтерские записки, какие-то бухгалтерские отчеты столетней давности приятно полистать, почитать, потому что там же другой стиль, и там почерки, и там совсем другая эпоха, все это чувствуется, все это интересно. Гораздо, конечно, интереснее иметь возможность заглянуть в рукопись какого-нибудь писателя или поэта. Лучше какого-нибудь такого писателя или поэта, которого ты хорошо знаешь, прямо со школьной поры. И несмотря на то, что этот писатель входил в школьную программу, ты все равно смог его полюбить. Ну, например, какой-нибудь такой роман, который в школе тебе всячески пытались отбить желание его как-то понимать, но ты все-таки смог его прочесть, потом перечитал, а потом в разные свои эпохи и периоды жизни ты возвращался к этому роману, и вдруг у тебя есть возможность заглянуть в рукопись этого романа. И что ты там видишь? А ты видишь там почерк писателя. А писатель этот, ну, он гений. Ну, он гений. И его именем, ну, когда в каждом городке, городишке каком-нибудь, есть хотя бы переулок его имени. А в столице есть обязательно и площадь, и станция метро, и вообще он гений. Но помимо того, что он гений, он же был еще философ, он был энциклопедист, он был гуманист. Ну, черт возьми, ну, такое написал человек, ну, как это вообще может? Он в голове же не укладывается, он в рамке, и в какие-то границы обычного человека не укладывается абсолютно, не помещается он. Так смотришь на это его собрание священий, думаешь, он, наверное, и в туалет-то не ходил? Ну, ему было некогда и нечем. Святым духом должен был питаться человек, такой гений. А тут заглядываешь в его рукопись, и видишь путь, который прошел писатель от пролога романа к эпилогу. И ты видишь, как он был счастлив вначале, как он писал, у него все получалось, потому что листы такие легкие, сама рукопись такая чистая, в ней почти нет помарок. Потом стало сложнее, потом он уперся во что-то, уткнулся в какой-то эпизод и не мог его писать, и явно и гнился, и переживал, возможно, и плакал, комкал бумагу, рвал, много перечертывал, а бумага же хранит то, что ее смяли. Он потом смял, потом, наверное, опомнился, разровнял, положил в общую рукопись, но бумага хранит то, что ее смяли. Бумагу же невозможно разгладить идеально, даже утюгом. И там все видно. Вот бился он над каким-то фрагментом, неделями возвращался, перечертывал, переписывал, а потом мы не видим этого фрагмента в окончательном варианте романа. Значит, не получилось, значит, не смог гений, не совладал. Отказался, не справился. И вот ты понимаешь, что он гений, да, там монумент такой вот, такая вот глыба, а не человек. А почерк корявый. Так думаешь, интересно, как это у него мог быть такой корявый почерк-то, что это такое? А потом читаешь, читаешь на какой-то 23-й странице, бах, и увидел ошибку. Не описку, а ошибку грамматическую. Думаешь, ну нет, 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 это совершенно случайно, этого не может быть. Он же не такой, как я, правильно? Он гений. Дальше читаешь, считаешь, на 3-й, еще через 3 страницы, бах, повторилась ошибочка. Ты думаешь, ха-ха-ха. Он не знал, как пишет. И тут же этот монумент исчезает, и слетает с него бронза. И сквозь эти названия улиц и станции метрополитена проступает тут же живой человек. Живой, с корявым почерком, и который не знал, как пишется вот это слово. И сразу же ты начинаешь этому писателю и ему, и его литературе, его романам, его философии гораздо больше доверять. И ты понимаешь, что он, да, он гений, но он живой человек. Он просто это смог сделать, то, что сделал. И ты начинаешь его сильнее любить, и любить его литературу и философию, и жизненный путь его любить гораздо сильнее, потому что, потому что восхищаться, восхищаться монументом, это не так радостно и приятно, как любить живого человека. Или можно увидеть целый, целый день жизни поэта на одном листе вот таком. В музей прийти, посмотреть его вот листочек. Наш же поэт, он быстро писал, а там вот на этом листе все видно. Он писал быстро, у него был отвратительный почерк. Как он его сам разбирал, не понимаю. Только подчерковеда, и он сам мог разобрать, потому что у него муза была такая, она ему очень быстро диктовала. И он быстро писал, не успевал там красиво Витя Иванова писать. Вот так вот, ну быстро ему муза диктовал. И вот видно, начал лист очень-очень быстро, там закончился предыдущий лист быстро, и тут четыре строчки, она диктует, и тут раз, кто-то музу спугнул, ну видимо жена прошла мимо муза, ну понятно, улетела. И он как-то сбился, вот прямо посреди пятой строчки он сбился, раз, муза улетела, он так оп, мысль потерял, и вывел какой-то такой бессмысленный вензель какой-то, вывел. И задумался, а что дальше писать. И вот так, видимо, держал перо, потому что видно, что упали капельки с пера на бумагу. Одно побольше, по пятнышку, другое поменьше. Посидел так, подумал, что-то ему в голову ничего не пришло, думал и начал калякать. Раз, накалякал с правой стороны от написанного. Себя в профиль с бакенбардами накалякал. Потом посидел еще немножко, слева нарисовал, накалякал себя на лошади, на коне вот так нарисовал. Потом какую-то палочку стал рисовать, палочку, веточки какие-то пририсовал. Посмотрел на это, сделал из этой веточки дерево, посмотрел еще так, листву так нарисовал, еще посмотрел, раз на это дерево, цепь, оп, посмотрел еще, посидел, и кота туда, раз, и тут муза вернулся, Все видно, все видно, а какой нынешний поэт что-то сейчас нарисует или накалякает на полях? На каких полях? Чем? И когда писатель пишет или поэт что-то и делает ошибку, ему компьютер эту ошибку подчеркивает и выделяет. И не сможем мы заглянуть в рукописи этих писателей новой поры, стерильные их тексты. Не сможем мы увидеть то, как он боролся за чистоту и красоту слова и силу композиции. Потому что здесь никаких признаков ни усилий, ни прикосновений не остается. И летят эти стерильные тексты в издательство в виде писем электронной почты или просто передается в виде флешки. А я очень хорошо помню, как бумага вошла в мою жизнь как очень важная составляющая этой жизни. Очень хорошо помню. Просто отлично помню. Мне было 4 года. Я отчетливо помню мамин крик. Мама так закричала отчаянно, отчаянно. Вот так вот как-то сокрушенно-сокрушенно закричала. Ну зачем, зачем ты это сделал? Зачем? Она подошла ко мне, я испугался очень. Я даже не понимал, что же такое случилось. Она взяла у меня подмышки со спины, со стороны вот так вот. И подняла над столом вот так. А на столе лежал вот такой вот лист бумаги. Только больше. Вот такой большой-большой лист. И на нем было много красивых линий. Линии были такие толстые, четкие, тоненькие. Все были красивые. Почти незаневидные такие линии были. И очень красивые буквочки. Все было цифер, все было очень красиво. И этого всего было много. А вот тут вот, вот тут, были такие мерзкие кляпушки, такие синие пасты. Вот так. Вот так. Ты зачем это сделал? Я же только на минутку отошла воды попить. А ты что, не мог за ним присмотреть? Это она уже отцу сказала, мама. Она так села рядом со мной на стул. Вот села вот так. А я же маленький рядом стоял. Она видела, как у нее рука вот так опустилась на колено. Вот так вот. А потом соскользнула и вот так повисла. Совершенно безвольно вот так. Я маме сказал, ну что мне еще три ночи над этим чертежом горбатиться и слепнуть. И мама заплакала. Тихонечко так заплакала. И в этот момент я понял, что к бумаге надо подходить. Как минимум с идеей. А хотелось калякать. И для этих нужд мне приносили с работы родители испорченные листы бумаги. С одной стороны я на них калякал. А сейчас дети перестали калякать. Нет, рисовать они рисуют. Калякать перестали. Я просто внятно и отчетливо разделяю понятие рисовать и калякать. Рисовать рисуют. Еще есть уроки рисования в школе. Ребенок перед родителями особо пятеркой по рисованию не похвастается. И за двойку его тоже сильно не накажут по рисованию. Ну и рисуют, рисуют. А некоторые родители идут дальше. Они отдают своих детей в художественные школы. А там, ну потому что нужно, чтобы дети, они же как-то чувствовали прекрасное. Чтобы у них было видение, перспектива. Они там рисуют прекрасные вещи. Вот сегодня нарисовали рыбку, на следующий день репку. Потом гипсовый шарик нарисовали. Бабушки очень любят, когда внучки рисуют. Они думают, наверное, про себя от бабушки. Рисуй, рисуй, внучок. Может быть, попозже станешь курить. Такая связь, не понимаю. А каляканье, это совершенно другое дело. Каляканье. Даже тот ребенок, который рисовал в школе по указанию учителя, потом калякал. И это были разные процессы. Потому что когда калякает такой парень лет 7, танковое сражение, в этот момент то, что это танки, понятно только ему. Он в этот момент не создает какого-то полотна или какого-то рисунка, который бы он повесил бы на стену, или порадовал бы бабушку, или поучаствовал с этим рисунком в конкурсе детского творчества. Он просто видит это сражение. Он видит, он в нем участвует. Он его наблюдает. И танки же у него по бумаге едут. Они ползут и гудят двигатели этих танков его голосом. Эти танки стреляют его голосом. Они взрываются его голосом. И как это обычно выглядит? Вот так вот с этой стороны обычно ползут наши танки, а с этой не наши. И у наших приятный звук двигателя такой благородный, а у не наших неприятный. Это все такое и он начинает нижняя часть листа плотно закалякана танками, сверху начинают плотно лететь самолеты. И бомбить он все. Карандаши все изломаны. Фломастеры, во. Бой закончился. Я же прекрасно помню, что я это делал. К этому моменту я довольно основательно про это забыл и вспомнил по случаю, потому что когда был пролетом в Москве, и меня мои приятели, семейная пара, попросила, я хотел у них переночевать, они попросили меня остаться с их сыном, семилетним парнем таким. Ну, потому что хотелось куда-то пойти повеселиться и его оставить со мной. Ну, я был не против, а вот как раз парень был не очень за. Он как-то критично отнесся к идее, что его вообще нужно как оставлять, и тем более и кандидатура моя у него не вызвала никакого восторга. Вот, я ему предложил, когда родители ушли, предложил ему что-то чем-то позаниматься, что-то вместе почитать. Он на меня так посмотрел, я понял, не буду ему вообще ничего предлагать. Он ходил, слонялся, всем своим видом показывает свои общие презрения в ней и в связи с ситуацией вообще, как он возмущен. Потом принес листок бумаги и два карандаша, синий и красный. Синий был такой маленький, уже активно он им пользовался, красный не очень. Он попросил меня их подточить, я их подточил. Он положил эти бумаги вот так на стол, вот так положил. Долго на него смотрел, стоя, не сидя, вот так вот, посмотрел, а потом взял карандаш вот так в обе руки, вот так. И когда Вае не ожидают, ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду. Он далеко уходил, еще за пределы листа, вот так вот широко. Еще крючал так, бери сюда, ду-ду-ду, сюда опять. Потом он остановился, отдышался, переложил карандаши из руки в руку и опять ду-ду-ду-ду, бери сюда, но он резко закончил, потерял к этому всякий интерес, положил карандаши и ушел. Я взял этот лист бумаги, ну, полностью был исчиркан вот такой, ну, я посмотрел, у меня не возникло ни одного варианта предположения, что же это может быть такое Я тогда его позвал, спросил, слушай, а что это такое? Он не сразу вспомнил Он еще посмотрел на это, ну, вот на это и на меня с таким видом, мол, а зачем вырошить давно прожитое? Далось тебе это И потом так сжалился надо мной и сказал, а, вот так, что так, а, это был футбол, мы выиграли 4-1 И в этот момент я вспомнил, что я тоже это делал, я возвращался из кинотеатра, смотрел фильм про Зоро, возвращался и смотрел этот фильм по-новому, тогда же не было видеомагнитофонов Я его таким образом и просматривал, или пересматривал любимые фрагменты, или мог посмотреть даже вообще несуществующее продолжение этого фильма Стал бы я это делать сейчас, будучи ребенком? Да ни за что, да зачем? Во-первых, я любое кино могу посмотреть, ну, из телефона могу посмотреть, в любом месте, в любом... ну, всегда И стал... я попытался своего сына, которому было 9 лет, попытался ему как-то объяснить всю прелесть каляканья Он не понял, он не понял моих восторгов, вот этих его вспоминаний, но я тоже понимаю, ну, конечно, его можно понять Сейчас такие компьютерные игры, ребята, сейчас такие компьютерные игры, я говорю, это абсолютно серьезно, вообще без всякой иронии Это так талантливо придумано и так талантливо сделано, причем сделано талантливо теми людьми, которые много, видимо, искалякали бумаги И теперь они сделали такие игры, там так все здорово придумано У меня есть приятель, я сам-то не играю, а у меня есть приятель один, у которого такая шикарная аппаратура такая огромная Он там сидит целыми днями и ночами, он все вот... звуковая аппаратура прекрасная Я к нему пришел, а он играет в это время, он не мог на меня обращать внимания, а я... ну, как-то... меня заинтересовало, думаю, посмотрю-ка я Думаю, минутку посижу вот так, присел на минутку, на минутку присел так, ну, присел на минутку, встал Три с половиной часа Вот так, три с половиной часа Ну, как оторваться-то? Там же... там же такие танки, там такие самолеты Там так все летает, там так все стреляет, там так все придумано здорово Этим играм не надо помогать Своей фантазией, своим голосом, своим карандашиком и своим истертым фломастером Для маленьких парней лист бумаги перестал быть объемным Чистота листа уже не будоражит воображение, не затягивает туда, в глубину этой белизны, вот этой чистоты И исчезнут из наших домов Или в новых домах не появятся Истерзанные, искаляканные листы бумаги Альбомы для рисования Где на каком-то листе может быть все вот так вот исчеркано А на каком-то листе вот такая маленькая такая зелененькая такая козявочка Какая-то вот нарисована вот тут, вот в самом углу маленькая такая Я спрашиваю, что тут-то не рисуешь? Нельзя Я говорю, почему? Как-то не видишь, закончено Исчезнут коробки с карандашами Вот эти приятные карандаши, которые было так приятно грызть С одной стороны, особенно приятен был первый укус Но карандаш Это такой вкус и сам по себе звук Как бы я хотел, чтобы выпустили конфеты с этим вкусом и хрустом Исчезнут из наших горы вот этих высохших до каменного состояния фломастеров Которые мы все равно не выбрасывали Почему? Потому что все равно оставалась надежда А вдруг кончатся боеприпасы? Вдруг И всегда же была надежда Долить туда немного одеколона И чтобы еще хватило на последний выстрел из танка Ах, уйдут из наших домов Уйдут Письменные столы Потому что мы перестали писать за столами А если мы перестали за ними писать Значит, у них не будет вот этих вот ящиков движных Они будут не нужны Там, где хранились ручки и бумага Не нужны будут И если мы не пишем за письменными столами Значит, не будет письменных столов Какие-то другие будут Но не письменные Мы сначала перестанем их так называть А потом перестанем их делать и покупать Исчезнут из нашего жилья Книжные полки, шкафы, стеллажи, библиотеки Наши внуки и дети поберегут наши книги Но они будут беречь эти книги как память о нас Но не для чтения Потому что они будут читать электронную книгу Она и сейчас-то очень удобная А какая она будет через 5 или 10 лет Даже сложно себе представить Наверняка она будет совсем удобная И она будет такая вместительная Что даже представить себе невозможно А книги, наши книги В новые дома Которые еще пока не построены Не поедут Потому что пока еще не спланированы И не построены такие дома Но они будут спланированы Спроектированы и построены Те дома, где уже на уровне проекта Не будет запланировано в этих домах Место для библиотеки Книжного шкафа Для рабочего кабинета С книжными стеллажами Книга А точнее бумага в виде книги Исчезнет из самой философии жилья То есть в новом жилье Не будет вот этого Вот этой вот красоты Ну потому что Этому занимает много места Это неудобно Правда, пылесборник Во время переезда Как эти книги перетаскивать Куда их Мне одна знакомая сказала Я пришел к ней после ремонта А у него дома ни одной книги Раньше было много книг А тут ни одной Я спрашиваю, слушай А куда книги-то делись? Говорит, ты знаешь, что выяснилось-то? Почему я так себя плохо чувствовал? Оказывается У меня аллергия на книжную пыль Я говорю, серьезно? А на пыль какого издательства? Исчезнут Не поедут И не будет вот этого прекрасного ритуала Который когда-то был Когда подходишь к книжной полке Вот так вот Какой-нибудь дом Говорит, какая у вас прекрасная пыль? Ой, что я вижу У вас же весь стендаль Весь А можно вот это Как вам повезло Какой у вас есть прекрасная книжка Можно взять, почитать? Хозяин Конечно, конечно Берите, берите Галочка, запиши, пожалуйста Исчезнет вот эта вот красота Вот эта стройность Вот эта теплота Не будет Ну что ж, не будет, не будет Многого уже Из жизни бумаги до нас не дошло Многое не дошло до нас И ощущается нами теперь Как что-то старорежимное Даже аристократическое Или стилеобразующее Кто, например, всерьез Дома пользуется пресс-папье Или ножами для вскрывания конвертов Или для разрезания бумаги А это раньше было В каждом доме, где писали и читали Это было просто нормальными Повседневными предметами Ничего особенного Сейчас-то все только можно Купить в антикварном магазине Купил себе пару пресс-папье Прелестные вещи А ножи какие красивые Есть для разрезания бумаги Для вскрывания конвертов В основном это делали Англичане и французы Очень разные стили Но это такие прелестные предметы Они бывают медные Бронзовые, стальные Серебряные, позолоченные С такими-сякими ручками Я делал костяные ножи Для разрезания бумаги Очень красивые И слоновые кости О, прелесть Купил себе Просто потому что Не смог не купить В антикварном магазине Нож Длинный такой медный нож Английский Конца 19 века Для вскрывания конвертов Длинный такой С костяной ручечкой Купил И положил его на стол Любоваться Любовался им Любовался Прихожу, когда домой Нету Кинулся искать Где нашел? На кухне, понятно Его там даже помыли Но я его вернул Положил на место И воспользовался им Только однажды Один раз Воспользовался Воспользовался и понял Вот Вот Ушла эпоха И нечего Вот Как это случилось? Что Как-то Был такой день Непогожий Был такой Нехороший Какой-то был день И я Весь день прослонялся По дому В халате Ну только не подумайте Я себя аристократно не изображаю Даже для близких Для своих домочадцев У меня Не такой халат Знаете? Не шелковый Просто Ну обычный халат После душа Но то что я был в халате Это был Определяющим моментом явилось Это был главный фактор Что я был в халате Хотя и после душа И тут пришли Я слоняюсь в халате И тут кто-то принес Из домочадцев Принес все то Что достал Из почтового ящика Мы сейчас почтовые ящики Редко проверяем Это раньше мы проверяли Два раза в день Потому что утром Приносили какие-то газеты И потом еще раз Принесли приходила Почтальон Который приносил Еще журналы Может быть какие-то газеты Вот такой Ближе к вечерним Или же Могли донести письмо Ну просто два раза в день Проверяли почтовый ящик Ждали писем Сейчас же мы письм Не ждем открыток Не ждем газеты Не выписываем журналы тоже И иногда проверяем почтовый ящик И он уже становится Круглый такой От того мусора Рекламного Который туда наталкивает Но правда Правда Мне еще пока Вот пишут Пишут письма Две организации Я не знаю как вам Но мне в Калининграде Пишут письма Из налоговой И из ЖЭКа В тот день Мне написали Из ЖЭКа Но это было письмо В конверте И тут понимаете Так сложилось Сложилось Приносят письмо Если в рабочем кабинете Вот лежит этот нож Красивый И я в халате И мне пригрезилось Я прямо увидел себя Персонажем старого Довоенного черно-белого Американского фильма Тридцатых годов Прошлого века Я такой аристократ Черно-белое кино У меня халат такой Вот прошитый ромбик У меня здесь Вот так вот Здесь пояс с кистями Я значительно выше ростом Аристократ У меня за спиной Прекрасная библиотека Такие фараанты От пола до потолка Резные полки Дубовая красота У меня здесь так На голове сеточка Идеально уложены Волосы блестящие Я курю сигару И она уже короткая И от этого Дым попадает в глаз И я счуюсь И в этот момент Представьте В этот момент Мой Дворецкий Приносит на серебряном подносике Утреннюю корреспонденцию Я принял письмо Вошел в образ Взял нож И тут же столкнулся С проблемой Что конверт Настолько плотно заклеен Что я туда не могу Ставить лезвие Ничего Я вышел из образа Быстренько Проковырял Опять вошел в образ Ставил в это отверстие Нож И задумался Как его вскрывать Одним плавным движением Вот таким Или же Как консервную банку Вот так Но благо Вспомнил наш старый Любимый фильм Про доктор Ватсон И Шеллок Холмса Там доктор Ватсон Вскрывал письмо Двумя плавными движениями Так раз Два Я так сделал Раз Два Порвал по баллам Вот тут реально Чего твоей мать Еще скомка Порвал Брось Пнул У меня случилась Короткая истерика Я правда Быстро себя успокоил Я сказал сам себе Успокойся Успокойся И пойми Что ничего Хорошего Нормальному Аристократу Из Жека Не пришлют И письмо Такое Надо вскрывать Как дедушка Учил То есть Взять его Посмотрели На ощупь Где письмо Само И вот С этой стороны От марки От марки Как мыска Оторвать Краешек И достать письмо Так дедушка Учил Потому что Первое письмо Которое было Адресовано мне Мы вскрывали Вместе с дедом Это было письмо От моих родителей Оно было адресовано Мне Мне было 6 лет Я уже знал Как пишется Мои имя И фамилия И они были аккуратно Написаны Большими печатными Буквами Это мама Написала письмо Потому что Родители тогда Уехали по служебным Надобностям отца Куда-то далеко И надолго И меня оставили С дедушкой и бабушкой Я сильно тосковал А они прислали письмо Мне прочитали это письмо А потом мы с дедом Сели писать Ответ Родителям Дед достал бумагу Надел очки Взял ручку Я стоял с ним рядом И смотрел Как он пишет А дед как бы Под мою диктовку На самом деле Он просто озвучивал То что писал сам Написал следующее Дорогие мамы и папы Вы не волнуйтесь Дальше написал В том смысле Что волноваться Совершенно не нужно Потому что Мне так хорошо Как давно Не было И что кормят меня Так как никогда В жизни не кормили То что я скучаю Дед писать не хотел Потому что Хотя это было единственное На чем я действительно Настаивал И написал он это Или не написал Я не знаю до сих пор Потому что проверить Тогда я не мог А письмо не сохранилось Потом дед сложил письмо Вложил его в конверт Написал вот здесь Объяснил Что это вот Адрес того места Где сейчас находятся Мама и папа Потом он здесь Написал что-то И сказал Что вот это адрес Того места Где мы сейчас находимся И вот сейчас написали письмо Потом он совершил Магическое действие По вот этим точечкам Он начертал Вот эти вот Угловатые Цифры индексы Меня до сих пор Меня до сих пор это восхищает И доставляет удовольствие Это делать Так хочется Чтобы они такие ровненькие Получили прекрасно Потом дед мне дал Лизнуть уголок Конверта Я его лизнул Он казался приятно Сладковатым Но главное Что моя слюна Совершила чудо Конверт плотно заклеился Я был в восторге Тогда была зима Мы с дедом Тепло оделись И пошли Отправлять письмо Мы вышли уже Вот этот вот такой Зимний день Такой сибирский Он уже так Мутнел Темнел Сильный ветер Было холодно И мы шли По двору Был ветер такой С поземкой Мы прошли между домами Перешли через дорогу Где был магазин И с торца магазина Висел синий почтовый ящик Он мне всегда нравился Синий красивый почтовый ящик С гербом Вот С номером этого почтового ящика Но это был предмет такой Как сказать Он был взрослый предмет Он был красивый Но взрослый Он в моей жизни Никогда не касался Но в тот день Почтовый ящик Стал частью И моей жизни Он коснулся моей жизни И вошел В нее На долгие Долгие годы Мы подошли с дедушкой К почтовому ящику И дедушка Поднял меня на руки Чтобы я смог До него дотянуться Я коснулся Голой рукой Холодного металла Почтового ящика И открыл вот этот клапан Который похож на такое Таинственное веко Сунул в щель Письмо Подержал Некоторое время И толкнул его туда В темноту Я даже слышал Как конверт Упал на дно Почтового ящика Но в этой Щели Была такая тьма В этом почтовом ящике Была такая тьма Какую я никогда И нигде не видел Ни в подъезде Ни под кроватью Ни в шкафу Там была Могучая тьма Она была Абсолютно бездонная И абсолютная тьма Она была такая Что я тогда Не согласился И я до сих пор Не согласен С тем Что почтовый ящик Просто висит на стене Мне тогда Прямо почудились Я прямо увидел Эти вот Коммуникации Которые подведены Сквозь стены К почтовому ящику Я прямо увидел Что этот почтовый ящик Средел Какими-то трубами С глобальной Почтовой системой И по этим трубам Мое письмо Уже летит Летит По этим трубам Которые проложены Под землей Между городами Эти таинственные Почтовые трубы И по этим трубам Мое письмо летит И благодаря этим Таинственным Цифрам индекса Мое письмо Долетит безошибочно В тот город Где его ждут Моя мама и папа Оно будет лететь По этим трубам Могучим трубам Почтовым И долетит туда Оно будет лететь Лететь Оно будет лететь По этим трубам Лететь И обязательно Долетит В тот город И попадет обязательно Именно в тот почтовый ящик Из которого его достанут Моя мама И папа С тех пор Я стал Ждать писем И сам стал письма писать Первые письма я написал Во время первых своих школьных каникул Мне было 8 лет После первого класса Меня из Кемерово, из Сибири Отправили к бабушке В город Жданов, ныне Мариуполь На 3 месяца К Азовскому морю На 3 месяца из Сибири Знаете, я вам так скажу Вот Азовское море в Мариуполе Еще то вам скажу море Но если ты из Кемерово То вообще нормально Мамче И я писал письма оттуда ребятам Которых из Кемерово никуда на 3 месяца не отправляли Я им писал как мне хорошо А они мне не писали ничего Но писем то я уже ждал Я же как только ты отправил первое письмо Ты начинаешь ждать ответ сразу же Я заглядывал в дырочки почтовых ящиков В надежде увидеть там радостный уголок письма А не скучную газету И чтобы на весь подъезд закричать Папа или деда Письмо Когда было в подъезде темно То есть там была кромешная тьма Я безошибочно На ощупь мог найти наш почтовый ящик И пальчиком вот так вот засунуть дырочку И безошибочно мог определить письмо там, газета или журнал Я так делал много лет Пока палец не начал застревать В дырочке Какое-то время я переписывался с англичанином У меня появился друг англичанин Ну не друг, приятель по переписке Я с ним познакомился в Москве Я приехал в первый раз в Москву В 23 года И самостоятельно там бродил по ней Ну где? На Красную площадь пришел И в первый раз в жизни увидел людей Которые между собой говорили по-английски Они были по-другому одеты У них были какие-то другие лица Они были из другого мира И мне стало просто интересно Я первый раз видел таких людей А один парень моего возраста Откололся и что-то фотографировал От компании Откололся Я решил с ним познакомиться Но поверьте Я хотел с ним познакомиться Не для того, чтобы поменяться с ним одеждой Нет Мне было интересно Ну правда И еще я приехал из Кемерово в Москву Мне было не то, что интересно Мне было важно Я хотел узнать Я хотел проверить Вот точное слово Я хотел проверить Вот тот язык, который меня учили в Кемерово в школе Он вообще работает или нет? Сработало Ну не идеально, но сработало Мы познакомились Мы даже разговаривали И мы обменялись адресами Потому что тогда мобильных телефонов И в помине не было А звонить по обычному телефону тогда Из России в Англию Из Англии в Россию Было дорого даже для англичанина И я как-то про это забыл Ну было такое впечатление Познакомились, познакомились Как можно написать в Англию Надо как на другую планету написать Вот, наше знакомство Произошло где-то В начале августа В конце октября В уже остывающем к зиме Сибирском городе На окраине его В большой многоэтажке Девятиэтажке, точнее На окраине, на улице Которая называлась Проспект Химиков Я из почтового ящика Помятого и истерзанного Хулиганами Достал Вместе с газетами Конверт из Англии Я стоял С этим конвертом В этом подъезде Вот так вот минут десять Вот так А потом сделал так Смотрите Этот конверт и этот подъезд Они вообще не сочетались Никак Ну он здесь оказался Этот конверт Он здесь оказался Я был в таком Востоке, когда я его Вскрывал, этот конверт Я даже хотел так Назды вдохнуть туда Оттуда остатки английского воздуха Этот конверт был прост И прекрасен Он был идеален Он не был вот таким Как наши конверты Он отличался тем Что на наших конвертах Есть какие-нибудь рисуночки Здесь какие-то Таблички Вот это все На нем не было ничего Он был просто белый Плотный На нем было две Маленьких марти Красные и синие С портретом Английской королевы И штемпели Он был так красив Он был совершенством По штемпелям На этом конверте Я определил Что письмо Вот это Попало на Королевскую английскую Почту Поступило на 32 дня назад 30 дней назад Это письмо Покинуло Британские острова 26 дней назад На нем появился Штемпель Центрального Международного Почтанта Города Москвы И 3 дня назад На нем появился Наш родной Кемеровский штемпель Я был счастлив И оттуда же Прямо вот Помчался Через полгорода На главпочтан Чтобы там купить Конверты Для международных писем Они были Они продавались Только на главпочтанте Они были такие Длинные И очень нарядные Я приехал туда И какое-то время Даже подождал Чтобы собралась Небольшая очередь И подавая деньги Я сказал так Мне Международных Два Сверяясь Со словарями Быстро написал Этому английскому парню Письмо Письмо И уже практически Ночью Снова поехал Главпочтанту Потому что Только там Висел на стене Красный почтовый ящик На котором Было написано Выемка писем Каждый час Но я не это Хотел Поймите меня Я понимаю Сейчас я понимаю Почему я это сделал Я просто Тогда хотел Вот от себя Лично Хоть немножечко Сократить Дистанцию До британских Островов Ой Я рассуждал Просто Месяц туда Письмо идет Месяц обратно Ну пару дней Там тройку Дней он будет отвечать Так что Через пару месяцев Можно начать Робко Ждать Письма Но уже через неделю Через неделю Я маниакально Заглядывал В девочку Почтового ящика Сколько там Четыре раза в день Проходишь И каждый раз Туда заглядывал И сам себе говорю Что ты маньячишь Что ты жил без этих Английских письм Ну еще поживи Что они тебе дались Вот эти письма Что ты их ждешь Что другим Нечем заняться что ли Не смотри туда Ты же изведешь За два месяца От этого ожидания А сам все равно заглядывал Так еще прохожу Мимо почтового ящика Сам себе говорю Будь мужчиной Будь мужчиной Я не заглядывал туда Сам раз Но заглядывал Я туда не зря Потому что Не прошло и двух недель После отправки Моего письма Я вынул из почтового ящика Еще один конверт Из Англии Он был еще прекраснее Первого Он был голубого тона Такого Голубоватый Очень красивый У него было Три синих марки Он был Такой В потности бумаги В совершенстве его форм И вот этого цвета Была какая-то Такая незыблемость Какая-то В этом была Вся королевская Британская почта В нем был Какой-то Такой мощный Почтовый Ритуал Что я просто Залюбовался Вот этим голубоватым тоном А в этом голубоватом тоне Помимо всей Вот этой традиции Английской Королевской почты Еще чувствовались Персонажи Разных Разных эпох Английских Разных литераторов В этом голубом конверте Как-то очень чувствовался Портрет Дариана Грей И разные персонажи Чарльза Диккенса Как-то там Вот как-то вот И даже Джейн Эйр Там была И я вскрыл это письмо И там оказалась Малюсенькая такая записочка Малюсенькая Следующего содержания Дорогой мой друг Почему не отвечаешь? Мы переписывались Этим англичанин Довольно долго По 14 писем получили Мы Он получил 14 Меня Я 14 От него Ну можете посчитать Сколько мы переписывались Потом наша переписка погибла Он Я отправил ему письмо Письмо Он через 2 месяца не ответил Я через 3 месяца Отправил еще одно письмо В догонку Потом Я ждал-ждал Ничего не было И только спустя полгода Я вынул из почтового ящика своего Совершенно диковинную вещь Это была Очень-очень помятая И вся избитая штемпелями Самыми разными Открытка С маленькой красивой маркой Цветной И сама открытка Представляла из себя Фотографию слона Была написана Африка И наоборот Была маленькая записка Такая Дорогой мой друг Я теперь живу И работаю в Йоханнесбурде Приезжай в гости Ну я ему написал По указанному адресу В этой открытке Что я за него очень рад Но чтобы он меня Очень скоро В гости не ждал Вот Отправил Но уже больше никогда И ничего Ни из Англии Ни уж тем более Из Южной Африки Я в своем почтовом ящике Не обнаружил Какое счастье Что сейчас Всего вот этого Вот этих марок Конвертов Всего этого сейчас Не нужно Ну не надо этого Ничего Как это хорошо Да гори синим пламенем Вся эта почтовая красота Все эти мартиш Штемпели Конверты Все вот эти вот ритуалы Вся эта английская Королевская почта Такое счастье Что сейчас По крайней мере Государственные границы Не имеют никакого значения Разве ж мы С моим вот этим Английским знакомым С которым мы К сожалению Потерялись в мире Я его не нашел Я его искал Но не нашел Не знаю Искал ли он меня Но он меня тоже не нашел Он не знал Моего имени Ну в смысле Имя знал Отчество не знал А я не знал Его второго имени И мы не знали Годов рождения Друг друга Мы потерялись В этом мире Разве ж мы Не поменялись бы Вот не поменялись бы Все эти красивые Марти и штемпели На наши Обычные Сегодняшние СМС сообщения И электронную почту Да с радостью бы Да еще отнеслись К этому Как к волшебству И чуду Сейчас же Что в Австралию написать Что в соседний подъезд Одинаково быстро доходит То есть человек Отличить не может Написал в Австралию Потом в соседний подъезд Пока писал в соседний подъезд Уже из Австралии ответили Ну прекрасно же Прекрасно А там письма Ну посудите сами Самые быстрые письма Шли три дня В один конец Три дня Это если внутри региона Если недалеко Если повезет В смысле Если не выпадет На выходные Потому что в субботу И воскресенье Письма По адресам не носили Только заказные И телеграммы Все Значит Три дня туда День человек отвечал Потом три дня обратно То есть Через неделю Можно было в лучшем случае Надеяться получить ответ А если в Хабаровск А если в Южно-Сахалинск Или в Биробиджан Да если из Смоленска Из Нальчика Или Калининграда Сколько шли Эти письма Сколько Отчего же грустно Что не стали Мы переписываться Письмами Отчего Грустно Что забыли Этот ритуал почтовый Да по многим причинам В частности По той причине Что мы разучились ждать Мы же разучились ждать Сейчас же Написал СМС Через 15 минут Еще одну Да еще так написал Ну то есть Если не ответили Еще одну Потом третью И так пишешь Чтобы закончилась На вопрос Чтобы она Ну как можно Быстрее ответила То есть Подначиваешь Чтобы ответила Побыстрее Четвертую Пятую СМС Через 47 минут Звонишь уже Весь на пафосе Ну как это можно Меня так игнорировать Что же вы там Делаете без меня А тогда мы ждали Мы ждали Мы ждали Мы ждали письма И еще В письмах Особенно если Дальняя переписка Невозможно было Так вот безответственно Пофлиртовать Да как сейчас Сейчас 70-90 смсок в неделю И к субботе она твоя А тут попробуй-ка Пофлиртовать С Владивостоком Засохнет весь этот флирт В районе Новосибирска уже А тогда мы умели ждать Самые неугомонные Самые нетерпеливые Самые горячо влюбленные Мы ждали писем Мы ждали А куда было деваться Мы писали письма Вдогонку Мы в ожидании писем Ночами Исписывали тетради Стихами Холсты Картины Мы разучивали Какие-то аккорды Мы что-то делали Мы писали по три года Нелиповые диссертации Мы Смотрели в телескопы Занимались какой-то Художественной самодеятельностью Лезли куда-то в горы Шли в тайгу Мы Мы заполняли жизнь С содержанием И событиями Чтобы не так трудно Было ждать писем И мы их ждали А еще Мы умели их писать Все, кто Все, кто вел переписки Умели писать Не так, как сейчас Твиттер какую-нибудь там Фигню Да еще с сокращениями С какими-то нелепыми словами Со смайликами дурацкими Которые ничего не выражают То есть надо считать Где 10 смайликов Где 12 Где 2 То есть тут он Гораздо больше веселился Чем вот здесь Вот А там нужно было написать Чтобы была композиция Потому что если письмо Идет 10 дней Письмо должно быть Так написано Чтобы оно За 10 дней пути Не остыло Чтобы ему было Интересно читать В письмах были Не новости В письмах были Какие-то сообщения Которые Не устаревали Пока Письмо шло И еще нужно было Так написать письмо Так композиционно Его составить Чтобы она Немедленно захотела На него ответить Как можно скорее Мы так писали письма Мы умели делать композицию На трех листочках Убористым почерком А еще мы умели Письма читать Потому что мы читали Не только слова Но мы еще видели Почерки Мы Неприятно было Было приятно Даже трудно разобрать Почерки Набранный на машинке Текст в письме Было как-то холодновато А тут вот почерки И мы же Мы же видели В этих почерках Очень многое Мы же видели В почерках И чувствовали То самое Что мы видим И чувствуем В выражении Их любимых лиц Вот Она пишет Что у нее все хорошо А я по завитку Буквы У И по флажочку Над буквой Б Вижу Что не очень у нее все хорошо Она просто не хочет Меня беспокоить Я мог определить Даже болеет она Или не болеет Вот видно Начала писать Письмо утром В хорошем настроении Потом кто-то Испортил настроение Изменился почерк Потом дописывала Видимо окончание письма Вечером вообще Или даже ночью Была устала Боролась со сном Но хотела написать Чтобы утром Вот прямо с утра Отправить письмо Скорее тебе А письмо Мамы На службу Сыну Это же было такое Что ты носишь в кармане Перечитываешь И каждый раз находишь Что-то новое Или можно было Просто засыпать И положить мамины письмо Рядом с собой На подушку Просто им любоваться А сейчас Настоящему Влюбленные люди Друг в друга Влюбленные По-настоящему Молодые Которые готовы Пожениться И родить детей Они не знают Почерков Друг друга Потому что За всю жизнь Не написали друг другу Ни одной записки И они узнают Что у них есть Хоть какой-то почерк Только в ЗАГСе Потому что Потому что У нас у многих Осталась от почерка Только подпись Но скоро ее не нужно будет Нужна будет Просто Там отпечаток пальца Или сканирование Сетчатки глаза Я как-то Смотрел Кино какое-то Английское Классический детектив Я там со мной сидел Парень лет 17 И там Следователь детектив Показывает письмо Кому-то Говорит Вы узнаете ее почерк У парня Знаете Какое было выражение О чем вообще идет речь Почерк Почерк Это Наша индивидуальность Наша неповторимость У каждого почерк Неповторим Но Мы теряем почерк И наши дети Будут люди без почерка Кстати Наши дети Будут люди без почерка Мои дети Никогда не напишут мне письма Не потому что Они не хотят А потому что Они не знают Как это делать Не умеют Не понимают Для чего И еще Мои дети Не знают Почтового адреса Того дома В котором родились И живут А если наши дети Будут люди без почерка Значит от них Не останется бумаги И у них Не останется Вот таких коробочек С бумагами Открыток писем Стопок писем Или телеграм Которые они писали Кому-то Или кто-то писал им У них не останется Бумажных фотоальбомов От них Не останется Зачитанных До дыр книг Потому что Электронную книгу До дыр Зачитать невозможно А их компьютеры Какие-то разные гаджеты Так быстро устаревают И выбрасываются Что у наших детей Не останется Материальных свидетелей Целых важнейших Периодов их жизни Например Первой любви Или неповторимой юности Если они не написали записку Значит им ничто Не напомнит о том Как солнце Падало Из-за плеча И как От ручки Падало на бумажку Бумага шла К своему триумфу Две тысячи лет Она развивалась Она шла К своему триумфу И пришла К своей гибели На наших глазах Бумага Появилась Две тысячи лет назад И постепенно Она принимала Свои идеальные формы Лист А четыре Это же шедевр Вот не больше Не меньше Он прекрасен Он Вот Но не больше И не меньше Шедевр Как вот книга Вдруг превратилась Постепенно В смысле Бумага превратилась Постепенно в книгу Ведь Была бумага И только к четвертому веку Появилась книга На некоторых иконах Двенадцатого Дринадцатого веков Иконописцы Наши Изображают Святых С книгами В руках А у святых Этих не могло быть Книг Потому что тогда Книг не было У них были свитки Но они изображали Их с книгами Потому что не могли себе Представить Что когда-то вообще Книги не было И что это за святой Если он книгу не читал Книги Стали прекрасными Какие Какие технологии Издательства Какая высокая культура Какими Какими они стали чудесными Книги Книги классиков Все приблизительно Одного роста И такие Серьезные Пахучие Приятные Книги Паретов Маленькие Чтобы можно было Положить карман И прочесть Какой-нибудь барышний Какой-то подходящий момент Бульварные романы Ну они Избрали для себя Плохую бумагу Чуть не туалетную Такую вот Они плохо склеены Эти книги Читаешь Она начинает быстро Загибаться И к концу чтения Такого романа Книга начинает Практически рассыпаться Если решишь Перечитать этот Бульварный роман Он тебе раз Собирался в руках Как бы говоря Нечего мне такую дрянь Перечитывать Не на то был рассчитан Ты что Ты будешь Пока меня будешь Перечитывать Она же еще четыре Напишет Вот Как бумага Превратилась И приобрела Вот такой вот вес И солидность В виде вот этих Прекрасных Географических Атласов Словарей Справочников Чудесных Энциклопедий Купил себе Британскую энциклопедию Три дня Не мог оторваться Засыпал Просыпался Я опять листал Листал Просто такая книга Потом стоял на полку И думал Ей еще правнухом послужит Уже детям Мне послужило Уже мне Не служит Я к ней Не подхожу Как бумага Сама собой Превратилась в газету Газеты же прекрасны Они пахнут И шелестят Прекрасно И как Прекрасен был Ритуал Который уходит Это Покупки газеты Утром В киоске Возле остановки Автобусной Трамвайной С радостью Покупки Вот этой Спортивной Газеты И какой-то Любимой газеты Которую ты читал Пока ехал на работу Кто-то Не ведет Своей жизни Без того Чтобы в день Хотя бы 30-40 минут Не пошелестеть Газетами И не выпить Чашку кофе Даже кофе Был не важен Лишь бы газетой Пошелестеть Все Газета утратила Свою информирующую Суть И поэтому Те кто Любил газетами Шелестеть Уже не шелестит Газетами Потому что все газеты В одном электронном устройстве В котором не пошелестишь А молодые люди И дети Я проверял Я спрашивал Одноклассников Моих детей Они уже не знают Как можно сложить Шапку из газеты И эти дети Не знают Как можно сложить Бумажный кораблик Самолетик Голубка Лягушку Которая прекрасно прыгала Бомбочку Фонарик А шапка из газеты Между прочим Была двух моделей Попроще треугольная И поинтереснее Такая покрасивая Такая вот высокая С треугольным козыречком И кто-то сейчас может сказать Мол Шапка из газеты Это ерунда Я скажу Да Шапка из газеты Это ерунда А что же тогда Не ерунда В связи С шапкой из газеты А в связи С шапкой из газеты Не ерунда Это лето Лето Распахнуты окна во двор Оттуда доносятся Вот эти неповторимые Звуки летнего двора Вот этот шерсть листвы На ветру летнего Дети и птицы вместе Вот этот шум Он залетает в окно А в комнате Вся мебель сдвинута к стене И сверху укрыта газетами И пол весь устлым газетами Запах свежести Летний Только летний запах Побелка Папа молодой Попой с голой В шапке из газеты Весь заляпанный Извездкой Берет в потолок И что-то напевает Тут к папе Пришел его друг Помочь Но Знаете Знаете Газеты очень жалко Очень жалко газеты И уходит И уходит еще Огромная культура Потрясающая Культура Черчения Чертежа На бумаге На ватмане Сейчас еще Пока студентов Те, кто учатся В архитектуре Те, кто будут Инженерами Их заставляют Или заставляют Чертить На бумаге На ватмане Они это выполняют Прекрасно Зная при этом Что это им не пригодится Потому что Чертежи Они будут отправлять Своим заказчикам По электронной почте Или в виде флеша И они чертят И относятся К черчению на бумаге Как студенты-юристы Относятся К изучению латыни И римского права То есть Как к какой-то фигне Не нужно Но когда Смотришь И видишь Те дома Которые Которые являются Дома, которые Являются Все-таки лицом Тех городов В которых мы живем Ты понимаешь Что это делали Архитекторы Которые чертили На бумаге А те Которые уже На бумаге Не чертили Построили И сделали Совершенно другие Части тела Наших городов Но забываются И уходит Эта культура И Кто-то уже думает Что Кульман Это только фамилия Никто не вспомнит Что это такое Вот правда В словаре Еще можно узнать И вообще уходят Прекрасные предметы Связанные С этой эпохой Я никогда не пользовался Логарифмической линейкой Я никогда не умел Ей пользоваться Но у меня она была Потому что Вещь приятная А кто-то Сейчас подумал А что такое Логарифмическая линейка Он даже и не видел Никогда И когда я в первый раз Исполнял Вот это Вот это вот То что сейчас Я исполняю В театре И когда я Сказал это слово Сказал это слово Я думал Что все обрадуются Многие обрадовались Заплодил И засмеялись Но очень многие люди Растерялись Стали Оглядываться по сторонам Они просто не знают Значение этого слова Которое я еще и пока не назвал И когда я назову это слово Кто-то из вас Обрадуется Засмеется А кто-то растеряется И те кто растеряется Вы сможете Ну те кто не зааплодирует И не засмеется Вот те смогут узнать Значение этого слова У тех кто зааплодирует И засмеется Я очень хотел Обладать этим Вот тем Что называется Вот этим словом Мне это было решительно Не нужно никогда Ни в детстве Ни сейчас Но я всегда хотел этим обладать Потому что Мною это ощущалось Как сокровище Особенно в детстве Ты что так смотришь Оно же сверкает И там такие прелестные вещи Это ну какое-то Готовальне Готовальне Красота А вместе с готовальней Уйдет в небытие И расфедор А это прекрасная была вещь Им же можно было Не только чертить Но еще и брови выщипывать Вот Не станет тубусов Не будет тубусов Тубус А само слово Какой тубус Да Какая вещь Тубус Когда шли студенты В институт Или университет С тубусом было ясно Солидные люди Серьезные Это вот Инженеры Или архитекторы А шли без тубуса А ты будешь Балавайка Юрист А скольких мужиков Выручили тубусы В них же идеально помещались В большом три В маленьком две И шел человек Вот такой С тяжелым тубусом Такой Ну уйдет Да Уйдет Ну Устал человек Индау Выглядит не очень Но ему же место Уступали В общественном транспорте С тубусом Чертил человек Всю ночь Еще Пока работают Большие типографии Печатаются книги Еще пока есть Большие книжные магазины То когда я стою В книжном магазине Моего родного города В том книжном магазине В котором еще книги покупали Мои родители И моя дедушка с бабушкой В котором я покупал книги Я вижу что в этом магазине Только пятая часть Пространства занята книгами И скорее всего Лет через 10 А то и раньше Вообще этих книг не будет И он утратит Этот магазин Утратит свое Любимое с детства название То еще Исчезнет с карты Моего города И с карты Моей жизни Очень важное Теплое Пульсирующее Пятно Этот магазин В котором Столько найдено Столько пережито Столько прочувствова Когда заходил Заходил я в детский В этот магазин В этот магазин заходил И видел очередь какую-то За книгами Как много Просто вскипало Как будоражил запах Этого магазина Вот это вот Вот Столько фантазии Во всем этом было Сколько в этом было Радости В покупке новой книги В этом магазине И как жалко Что у наших детей Не будет Вот этого прекрасного ритуала Покупки книги В большом книжном магазине Потому что Поиск и покупка книги В большом книжном магазине Это совершенно Не то же самое Что поиск И покупка текста В интернете Ну что может сравниться С удовольствием Когда у тебя вдруг Появилось 3 часа Свободного времени Ну была назначена Какая-то встреча И бах И 3 часа Где-то он никуда И киваться некуда И вот тут Вот есть Абсолютно свободное время И есть рядом Большой книжный магазин Есть какие-то деньги И ты не голоден При этом То есть Когда можно Зайти в книжный магазин Не имея Никакой конкретной идеи Что именно купить То есть В этот момент Заходишь в книжный магазин Как в лес За грибами Послоняться И знаешь Что в этом лесу Очень много поганых И ты ходишь Просто У тебя масса времени Ты листаешь эти книги Читаешь аннотации Листаешь Находишь какую-нибудь иллюстрацию И обчитываешь ее вокруг Смотришь Что берут другие люди Думаешь Какой-то человек Такой интересный Смотри Какую-то книгу взял И купил Понес Думаю Я тоже посмотрю Подхожу Беру эту книгу Так Китайская средневековая О, спасибо Не-не-не А какую-то книгу Беру Мне ничего не говорит Ни название Ни имя автора Просто беру ее Только потому что Она зеленого Приятного цвета Иду с этим К кассе И все-таки Деньги Есть Но не настолько Свободные Из девяти книг Нужно выбрать четыре Выбираю четыре Над одной Все-таки бился-бился Думаю Нет в следующий раз И выходишь из магазина И даже если рядом с магазином Припаркована твоя машина Все равно так хочется Как тогда Те студенческие годы Да В трамвай Или в троллейбус И чтобы дождь И чтобы место у окна И чтобы в троллейбусе Или трамвай Немноголюдно Или спуститься в метро И на кольцевую И пару колечек Да с книжечкой Вот Или пройти Из магазина до дома Через скверик И чтобы скверик Был не скверный И чтобы там нашлась Чистенькая Свободная скамеечка И чтобы погода была хорошая И чтобы сесть И открыть книгу Еще подумать Какую С какой начать Взять Открыть На двадцать восьмой странице И занырнуть в нее И чтобы с книгой повезло А чтение старой Ветхой Библиотечной книги Какое это наслаждение Какое Книга ветхая Которая Которая Всегда в библиотеке Была очередь Еще до военного издания Никогда Электронная книга Этого ощущения Не даст Потому что Вот эта ветхая Старая книга Хранит следы Чтения этой книги Теми людьми Теми поколениями До меня А эта книга Ну она всем нужна И за ней очередь И три недели Ждала В этой очереди И потом Наконец-то Получила эту книгу На три дня Точнее на три дня И на три ночи И проживаешь с ней Три дня и три ночи И вот читаю ее И вижу следы То есть подчеркнутая фраза Думаю, как хорошо Что кто-то ее когда-то подчеркнул Сам бы я не обратил внимание Какой-то абзац Обведен Спасибо Какая-то страничка Заломлена Где-то осталась Забытая закладка Карандашком Написан сверху Страницы Еще пятизначный Телефонный номер Значит, кто-то Когда-то давным-давно С кем-то Познакомился В читальном зале Библиотеки Вырвана страница Вот интересно Почему человек Вырвал эту страницу Надо посмотреть В другом издании Посмотреть Что его привлекло В этой странице Забытый листок Акации Кто-то когда-то Видимо читал Эту книгу Где-то Где Принес с собой Листик акации В библиотеку Я читаю эту книгу Со всеми этими людьми Которые читали ее до меня И в этот момент Понимаю Почему она так нужна В библиотеке Я вижу много книг Но именно это нужно Да потому что Эта книга прекрасная И сам факт Что прекрасная книга Нужна была И нужна сейчас Многим людям Хорошим Говорит только о том Что я не одинок Я не одинок Я с теми Кто тоже хочет Эту книгу Или кто ее уже прочел И со мной происходит То же самое На каждой строчке То же самое Что с теми людьми Которые ее читали Я это чувствую Я чувствую это Я вижу вот он След от чашки Кофе или чая Кто-то читал Не отрываясь Ночью может быть Вот так вот ставил Чашку кофе или чая Вот он кругляшок От этой чашки Когда это было И читаю Со всеми этими людьми Эту книгу И чувствую Как подступает Мое впечатление Потому что книга гениальная Подступает И думаю Но плакать не буду Нет Вот книга гениальная Но плакать над ней Не буду Потому что сейчас Такие времена Надо мной бы кто-нибудь Поплакал Я конечно очень чувствительный человек Но не сентиментальный Плакать не буду И дочитываю книгу Дочитываю И вот уже заканчивается Последняя страница Где-то посреди Вот так вот Раз И написано Конец И ниже Вот слово конец Ниже кто-то когда-то Вот так чуть по диагонали Маленькими буковками Карандашиком Закончив чтение книги Книги Написал Плачу Просто я же понимаю Что если человек Пошел в книжный магазин И купил там книгу И принес ее домой Он инвестировал В эту книгу Не только деньги Которые он за нее заплатил Но и время И еще У него был выбор И он принес ее домой И если эта книга Допустим Непростая Сложная Ему непонятная Или наоборот Слишком понятная То есть он сейчас Такую любовь переживает А эта книга о любви Что она Только может убить его Эта книга Дополнительными ощущениями И дополнительной Любовной мукой Но если человек Принес книгу домой То велика вероятность Что он дочитает ее до конца А если Человек За минуту Скачал Из интернета Сто книг То велика вероятность Что он не дочитает До конца Ни одной Нет, конечно Прекрасно Прекрасно Что меньше будет Печататься книг Меньше будут рубить деревья Это прекрасно Деревья прекрасные Отходы Целлюлозно-бумажной Промышленности Отвратительны Но слово Написанное на бумаге Или набранное На компьютере Они имеют Разный вес И часто Разные основания И причины Вот мне Друг 15 лет назад Подарил Вот этот блокнот На день рождения Блокнот очень хороший Он натуральный Тонкой Кожи Такой телячей Кожи Тоненькая Тоненькая Здесь шелковая Такая шелковая Закладочка Здесь такая Магнитная штучечка Такая вот Смотрите Вот так Оп Прелесть Магнитик Тут вот Вот Он мне сказал Даря его Старик не знает Что тебе подарить Вот тебе Для мудрых мыслей На Лучше бы ничего не говорил Ты же знаете Я вот поверьте Ну вот поверьте За 15 лет Какие-то мысли были Ну можете поверить Что? Были Какие-то мысли За 15 лет Вот Ну потому что Приходила какая-то мысль Хватал блокнот И тут же другая мысль А достаточно ли Та мысль мудра А какую дрянь Какую бессмыслицу Которая не имеет Никаких ни причин Ничего Мы пишем В твиттер Или куда-то В социальные сети Или по смс сообщениям Такую чепуху Которую не то что читать Которую писать не надо Как хорошо Что на это не тратится бумага На те глупости Которые мы пишем В интернете И во всех этих Социальных сетях Как Жаль что человек Придумал Взял и придумал себе Аудиокнигу Это же подмена Это же подмена Это же подвох какой-то Это же Ну такая Ну что это такое Книга Книгу которую написал Автор Ее нужно читать Иначе получается Что Те люди которые Ну как-то решили Как-то так сказать Исправить свое И Стереть вот эти дыры В своем образовании И воспитании Такие деловые В автомобиле Служат Аудиокнигу Послушал Какая сегодня Бунина Это и приятно И полезно А там какой-нибудь Прекрасный актер Прекрасным голосом Читает Начитывает Эту книгу Ну это подмена Потому что Книгу нужно читать Потому что на этот Это так рассчитано Это так написано Потому что когда человек Читает книгу Книга звучит Его голосом А не голосом Артиста И когда в книге Написано Я В голове Когда ты ее читаешь Звучит Я А когда Артист Говорит Я То это Про него Звучит И все Самые лучшие Книги Которые у нас Есть возможность Прочесть Они написаны Про нас Самые же Главные книги Мы же читать Учились Только для того Чтобы читать Книги про себя А если мы Слушаем это В виде Аудиокниги Мы в лучшем случае Послушаем Книгу Про вот этого Артиста Ой Бумага уходит Бумага уходит Она исчезает Конечно Электронная книга Она победит Она все Заметит И Аудиокнига Поскольку она Удобна Даст Возможность Нам слушать В наушниках Самые прекрасные Тексты Которые будут Все равно Как бы В третьем лице Электронная книга Конечно Может Далеко не все Например Электронная книга Не может быть Толстой Или тонкой А это важно Потому что Нужно видеть На что решаешься Но уже есть люди Которые легко По количеству байт Могут определить Не толстая книга Или тонкая А длинная она Или короткая Но что для людей Через 50 лет Будет такое Словосочетание Как Третий том Войны и мир Что будет Такое слово Том Ой Ой Как я хотел Как я хотел Спросить Стива Джобса Но он умер Я не успел Я хотел Успросить Стив Я искренне Вас почитатель Вы гениальный человек Вы прекрасный Удивительный Человек Вы такое Удивительную вещь Сделали С своими коллегами Вместе с своими конкурентами Скажите Стив Дорогой Вы правда Не понимаете Что человеку Не нужно Столько Легко доступной Информации Правда Вы что Не понимаете Дорогой Стив Что информацию Нужно Уважать Нужно Как-то Потрудиться Чтобы Ее Получить Вы же Нас Лишили Например Возможности Запоминать Стив Дорогой Мы же Перестали Благодаря вам Завязывать Узелки На память Если мы Завяжем Узелок На память То нам Нужно Потом Заглянуть В ваше Изделие Ваш Компьютер Чтобы Посмотреть По поводу Чего мы Завязывали Узелок На память Ведь Поймите Мы же До того Как вы Сделали Вот эти Изделия Мы же Просто так Просто так С легкостью Запоминали И помнили В больших Количествах Номера Телефонов Адреса Даже В других Городах Имена Отчества И фамилии Каких-то Дальних Родственников И едва Знакомых Людей Мы Помнили Дни Рождения Мы Помнили Мы Помнили Массу Стихов Каких-то Историй Каких-то Фактов Даже Из учебника За 6 Класс А сейчас У нас Память В кармане И Как-то Не отдаются Команды На запоминание Мы Даже Теперь Не Разучились Запоминать Какие-то Городские Маршруты Мы Можем Ездить По одной Улице Сто раз А когда Сломался Навигатор Мы Не Вспомним Где Повернуть Мы Ждем Этого Магического Голоса Из Этого Навигатора Мы Разучились Запоминать А Та Информация Которую Которую Ты Потрудился Она Вызывает Уважение Она Запоминается А Стало Быть Она Становится Полезной А Как Можно Уважать Информацию Которую Я могу Скачать В любом Количестве Сидя На унитазе В доме Не выходя Из дома Вообще Неделями Только Та информация Которая Требует Труда Она Как-то И Приживается Вот У меня Дочь Спросила Однажды Говорит Пап А где Находится Бабльмандевский Пролив Помните В уроке Географии Были Два Таких Хита Бабльмандевский Пролив И озеро Тетикака Вот Мы Всегда Вестилились Когда Это Слышали Да Значит Дочь Спросила Где Находится Бабльмандевский Пролив В школе Нужно Было Доченька Наташенька Иди Там В кладовке Есть такая Стремянка Большая Ты ее Возьми Разложи Поставь Возле Стеллажа На самой Верхней Полке Справа Такая Здоровая Такая Книга Самая Здоровая Увидишь Это Английский Атлас Географический Очень тяжелый Килограмм Восемь Мне Подарили Его Любимая Вещь Я очень Любил Листать Этот Атлас И как бы Путешествовать Вот по этим Картам По тем Странам В которых Я никогда Не побываю Вот Я говорю Неси его Она взяла Стремянку Поставила Забралась Стала Доставать Книгу Стала Его доставать Уронила Она не рассчитала Усилия Потому что Она не ожидала Что книга Может быть Такой Тяжелой Уронила Его Значит Принесла Положила На стол Вот Мол Я говорю Ну ищи Она Мол Что в этом Можно вообще Найти И как Такая книга Здоровенная Какую Всю перелистать Что ли Я ей показал Что там есть Алфавитный Указатель Объяснил Как им пользоваться Она на меня Когда она поняла Она еще Так на меня посмотрела Типа Папа Какая дичь Вообще Ну и потом Она сидела Перелистала Увлеклась Видишь Увлеклась Нашла Бабульмандевский Пролив Еще полистала Какие-то Карты Африки Потом закрыла Книгу И ушла Говорю Стоп Дочка Иди-ка сюда Бери книгу Отнеси ее На стремяночку Поставь на полочку Стремяночку сложи И ее В кладочку Сейчас ее Ночью Разбуди Ночью Она не до конца Не до конца Проснувшись В полустомнобулическом Таком состоянии Безошибочно Покажет на глобусе Пальцем Бабульмандевский Пролив А когда она Спросила Мне Для семинара Было нужно Что-то рассказать Про Курильские острова Я был на Курильских островах Она спросила Рассказать Я говорю Ну-ка открой-ка там Гугл Мэпс Карты Гугл Мэпс Она в течение Несколько секунд Открыла Эти Это были даже Не географические Карты А фотографии Этих Островов Из космоса Сейчас же собственные Брюки у себя На балконе Можно разглядеть Это же здорово Вот А да-да Такого-то Числян Там висели Со мной в это время Пролетел Сфотографировал Ну красота Удобно очень Вот Она посмотрела На эти На эти Курильские острова И закрыла Это было Не ушло На это там Меньше минуты Несколько нажатий клавиш И она Это сделала И моментально Забыла Моментально Она забыла Не то Где находятся Эти острова Она забыла Что они Вообще Существуют Ой Я как-то сидел дома 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 сидел И решил Разжечь камин Вы меня пожалуйста Извините У меня дома Есть камин Вот И Знаете Вот эти вот Отдельные аплодисменты Одного человека Они как бы Всегда говорят Потому что человек Человеку это Понравилось больше Чем остальным Я думаю Что это тоже было Счастливо Обладать камина Вот Да Я решил Разжечь камин И никакой Ну такой Ненужной Бросовой бумаги Под рукой Не оказалось Никакой газеты Мы же не выписываем Никакой оберточной бумаги Никакой А брать Чистый лист бумаги Из Стопки Пищи Бумаги чистой И жечь Невозможно Как можно Жечь чистый лист бумаги Из Из пачки бумаги Всегда какое-то Есть ощущение Какого-то убийства Убийства надежды Что-то хорошее На этом листе Написать То есть Этот вариант Не рассматривался Я искал Искал Чем бы разжечь Камин Ну при помощи Еще разжечь камин И Возле подвала Дома В преддверии В подвал Увидел стопу книг Которые достались Нам еще От прежних хозяев Дома Я думаю О интересно Взял первую попавшую Сверху И читаю Телефонный справочник Города Калининграда 1975 год Я говорю О Отлично Какая хорошая Сухая книга Потому что я приехал В Калининград Жить только в 98 году Ни одного человека Из этой книги Я не знаю Я посмотрел А там еще Пятизначные Номера телефонов То есть По этим номерам Невозможно даже позвонить То есть книга Абсолютно бесполезная Ненужная И бессмысленная Я пошел С этой книгой К камину Подошел к камину Встал так и думаю Что мне сейчас нужно сделать А мне сейчас нужно сделать следующее Мне нужно сейчас взять Открыть эту книгу Вот так скомков Выдрать из нее Несколько страниц Положить в камин И поджечь Я понимаю Что у меня пальцы Не разжимаются Ну вот просто Я не могу этого сделать Я так Понял Ну а что Ну у меня Ну пойми Ну ты сам все это стал говорить Ну пойми У тебя в руках Хлам ненужный Что тебе мешает Давай-ка попробуем Вот рассуждать здраво И без вот этой вот Интеллигентщины Давай Давай без вот этой Непостижимости Русской души Ну давай Ну у тебя в руках Ненужная дрянь Что тебе мешает Порвать и сжечь Эту книгу То что нам С детства Как гвоздь в голову Вбивали Бережно относись К книге Бережно относись К книге Да правильно Конечно Но ты вспомни Как ты относился К учебникам И в этот момент Я действительно вспомнил Не только как Но и что Я подрисовывал В учебнике Зоология Обезьяна Друзья были в восторге Вообще Вот Так значит Это утверждение Не работает Книга лучший подарок Да он был худший Из возможных подарков Вообще Ну я уточню Уточню В смысле Дарить было нормально Получать не хотелось Вот Потом Книга Источник знаний Источником каких Знаний Может быть Старая Телефонная Книга И вот этот момент У меня в голове Так щелк Вот так Щелк И я отчетливо Вспомнил Коричневую Такую Вытянутую Книгу Телефонную Города Кемерово Времен моего детства У нас такая книга Была Потому что у нас Был телефон Книга была Небольшая Тогда просто Телефоны были Далеко Не в каждой квартире И я очень Любил эту книгу По той причине Что я знал На какой странице В этой книге Есть номер Нашего телефона Есть наш Адрес Есть наша фамилия И имя И отчество Моего папы И я гордился тем Что в мире Есть хотя бы Одна книга Про моего папу И Я не разжег Тогда камин Я не разжег Я не смог Жечь книгу Я сам себе сказал Что я не могу Жечь книгу Просто без объяснений Потому что Я не могу Жечь книгу И все При этом я знаю Кто Жег книги Я Не могу Жечь книгу Не могу А смотрите Нажатием одной клавиши Вот одной клавиши Вот так вот Раз Нажимаешь И можно стереть Всего Льва Толстого Всего Я имею ввиду Не в мировом масштабе А просто у себя С жесткого диска Вот так Раз И стереть И стереть Всего Достоевского Или вот так Раз И Чехова Вместе с Буниным Почему Чехова Вместе с Буниным Потому что Они суммарно Написали Не так много Как Толстой Что два раза Кликать что ли И вот момент Вот этого звука Когда исчезает Прекрасная Гениальная литература В этот момент На самом деле В мире Ничего не происходит Вот так вот Стер И ничего не произошло Ничего не случилось Ничего не пропало Ничего не испорчено Ничего не произошло А когда будет гореть книга Пусть даже это будет Устаревшая Телефонная книга В этот момент Будет гореть Даже не бумага Будут гореть Страницы Будут гореть адреса и фамилии, имена. Будет гореть история, будет гореть культура. Но мы расстаемся с бумагой. Мы не удержим, не сможем. Мы предадим бумажную книгу. Даже тот, кто говорит о том, что он никогда не возьмет в эту электронную книгу, будет читать бумажную, в какой-то момент предаст. Предаст, когда будет собирать чемодан, чтобы поехать на отдых к морю. И будет думать, взять ему вот какие-то нарядные вещи или положить 2-3 книжки. А потом полетит на юг. Тоненькая электронная книга, в которой целая большая библиотека. Мы совершим это предательство. Мы каждый раз ускоряем прощание с бумагой, когда покупаем новый компьютер. Более тонкий, более совершенный, более объемный и быстрый. Бумага, как в виде туалетной бумаги и в виде салфеток, конечно, останется. Я совершенно на другом. Бумага, которая хранит наши прикосновения и наши почерки, она уходит. Мы не удержим. И мы, расставшись с почерками, расстанемся со своей неповторимостью и со своей чудесностью. Со своей какой-то вот, я даже не знаю, как сказать. Просто бумаге, как носитель наших почерков и прикосновений, абсолютно нет никакой замены. Но она уходит. Вот только тоже интересно. Ну почему, почему? Две тысячи лет бумага существовала. Две тысячи лет. Почему же именно нам-то с вами выписали историческую повестку проводить бумагу и проститься с ней. Я же так, я же так не готов к этому. Я же еще пять лет назад так не думал. А теперь просто знаю, что бумага уходит. И я не могу себе представить мира, в котором будут люди без почерка. И я очень боюсь вот этого звука. Я боюсь того мира, который не могу себе представить. Ну вообще я много чего боюсь. Ну правда, честно говоря, много чего боюсь. Я в первую очередь, не то что боюсь, но я так сторонюсь и опасаюсь таких бесстрашных людей. Ну вот я знаю людей, которые вообще ничего не боятся, правда. Вот такие вот они, вообще не боятся ничего. Я с ними как-то стараюсь, так как-то от них. Ну, опасаюсь. Потому что те люди, которых я знаю и люблю, они все чего-то боятся. То есть как минимум они боятся за меня, а я боюсь за них. Нам есть за кого бояться. Вот мы и боимся. Я боюсь, когда они где-то летят в самолете, или где-то далеко, или когда они подолгу не пишут, не звонят. И я очень боюсь их ночных звонков. Я боюсь, когда они болеют. И сам болеть боюсь. Я боюсь разных болезней. Боюсь. Я боюсь разных катастроф. Даже вот я вот боюсь цунами, прямо здесь боюсь цунами. Я очень боюсь за бедную нашу родину. И очень боюсь за детей своих боюсь. Я боюсь не уберечь их и не предостеречь их от всего-всего. Да я вообще за всех детей боюсь. Маленьких. Вот смотрю, вот они такие бегают в детском саду во дворе. Я смотрю на них и боюсь за них. Особенно в связи с родиной. Я даже боюсь темноты. И не стыжусь в этом признаться. Не то, чтобы сильно боялся темноты. Но, знаете, я внятно ее опасаюсь. И полагаю, что тот человек, который сам про себя понимает, что он совсем не боится темноты, ему стоит задуматься. Потому что тот человек, который не боится темноты, ну совсем не боится темноты, ведь это же человек, у которого отсутствует очень важная человеческая душевная составляющая. Потому что если разобраться, ну вдуматься просто, ведь тот человек, который совсем-совсем не боится темноты, ведь это же такой человек, у которого попросту нет воображения. ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наши дролечки далеко, мы о том поговорим Ты плыви суденышко, ох золотое донышко А без тебя хороший мой не греет Красну солнышку Едет лудочка, поморочка Знакомый парусок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова